ну что ж да здравствуйте дорогие товарищи все кто слушают живые вы находитесь на канале у хикса если вы еще не подписались подписывайтесь а с вами сейчас общается товарищ дред который находится у хикса на канале если вы смотрите в живую если вы не смотрите в живую а смотрите записи то это находится в описании на канале дреда собственно опять же если вы не подписались подписывайтесь и также с нами есть товарищи пандора zero который будет все молчаливо или не очень молчаливо скорее все не молчаливо раз сегодня в судейском составе да 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 буду наблюдать и комментировать главный комментатор тоже у него есть канал у него есть на чем до специализируется на переводах на манам один я на мой день его то заходите к нему подписывайтесь и у нас есть товарищ алекс который отлично играет homeworld в том числе не только хумолт 3 но и хумолт remastered а также катаклизм и 1 и вообще не хумолт но около хуму но короче вообще хороший человек да вот ну что ж у нас сегодня обновление хумолт 3 121 добавили 1.2 1.2 1.2 1.2 на первый взгляд мне уже немножко не нравится это обновление честно говоря но то есть как бы три месяца лето целое они делали дополнительный флот для только для варгеймов при этом они вроде как что-то подфиксили гейм-дизайне но гейм-дизайне не пофиксили только собственно очередности исследования насколько я понимаю но и какие-то там по мелочам которые не сильно влияют на самом деле на то как и кривые гиперок и вы гиперок на гейм-дизайне достижения вы сейчас удивитесь да какая кнопка гипера вот вы вспомните что было в демке февральской и вот что сейчас вы прямо я сейчас скажу вау и мы короче думали о том что у нас там будет добавить ли сам то у добавить ли колонских рейдеров может он добавит что ли там каких-нибудь вену он добавит колонских рейдеров там было три корабля еще три корабля добавили замешали вместе с хи горянскими из на хигарскими и выиграть но не выиграть и мои инкарнатским флотом и в общем-то выкатили как отдельный флот тоже такой полин это полу сырой какой-то продукты полурак полу понятно там есть этот куча вот этих ачиво которые там не ачиво как сказать мы за пару игровой мы сейчас закроем что-то мне весь этот вот как бы то как они пытаются спасти помол 3 вообще не выглядит что они вообще пытается честно челленджи школьники любят челленджер да то что не смотришь мистер биста ну ладно давайте на этой позитивной ноте попробуем посмотреть что же у них что же они все-таки сделали давайте да я еще вообще не смотрел поэтому для меня сейчас будет все в новинку диковинку я буду много удивляться и давайте там я буду очень я уже много наиграл или нет мне интересно посмотреть реакцию первый раз товарища полигого уже есть несколько лиза и по доли совой доли долики извини это знатарки лица еще не выросла товарища 2 лисова тупо ксичей на канале есть как раз таки видео как он играет подробно и собственно с его так сказать экспертной точкой зрения можно посмотреть ну а мы просто любители любители обосрать простите мои французские позитивное начало конечно позитивно просто просто надеешься что вот с каждым обновлением там что нибудь интересно может они решат там знаешь вот это херня получается не давайте вот это самое думалось там вот они три месяца делали это обновление может может они как-то так ну там решили что-то капитально перед поменять потом читаешь change lock думаешь и вы это вот это вот три месяца делали то есть это то что у вас должно было быть где-то там рядом с патчем первого дня и плюс у вас там пол раз и уже было готово да это где-то за первый месяц это все должно да и как-то так по отпускам что ли разбежались там знаешь типа отпраздновали так сказать я тут и тут и так все банально понятно по просто оставили какую-то маленькую команду поддержки как бы совсем не загнулась вот делать иголись обозралась и что делаете да хоть что-то делать и чтоб не я просто не понимают и снова литья да я просто не понимаю тоже огромный репутационный удар по вот бог с ними жир баксами они там вот на borderlands обосрали сейчас с этим кином а вот для биби а и вот как бы для робокарнинг ему вот этой команды шо шо они не хотят как-то так подправить знаешь вот из разряда делать что-то фиген по ходу перекинули ресурсы наверно у меня или просто они настолько связаны ли они контрактом что там шаг плевел и шаг справа расстрел или что я не понимаю честно говоря то есть это вся просто и когда читал ты ошибся ты читал не change lock a change влага начинаем или еще что то есть когда я все да нет я готов со мной он как-то под халтурю я думаю что вроде на десятой сложности что лишь втроем по пассе нас как раз 10 играли записывал точно что сейчас так чисто партия чисто посмотреть что за что за колония из чем ее едет да потом сразу 10 это что за покемон да это что за тяги это канале десяти чертей вау какие двигатели раскраска такси поэтому что мы должны были я смотрю как этот ресурс контроллер вылазит но это да это кигарский да понятно что кигарский вопрос в том как бы ну почему же ну блин могли бы уже и свое сделали там не знаю с кирмишевской ладно ладно пипец но это еще нет такое мелочь я думаю там будет веселее даже минометный блин минометный коруэт почему минометный а какие мин у него да 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 не буду шутить кирмиш но можно сказать что отчасти мы получили можно же сейчас кроме того я разбирать да вроде как можно но это и так можно было просто вот на правую панель посмотрите внизу появилась две кнопочки да 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 теперь можно это все делать слава можно списать минус цена сделали то что да то что должно было быть изначально я согласен полностью доставили или же кушу добавили режим камикадзе не понял а почему у меня есть минометный корвет а я не могу били разместить пока не исследую что ли смотри у него короче функционал ненаметного фрегата не открывается топс да с апгрейдом а так то просто морщик атаковать его и да и он как в первой части будет летать и выкидывать мины и сраться от страху а то есть у него никаких пустошек нету но у меня только китай пиши ничем миномерку А, тут же теперь очередь, понятно. Да, исследование очередь, апгрейдов очередь. И авианосец у нас, вот помните, в катаклизме был процессор. Ему можно было исследовать ремонт. Да, да, и он боковыми играл. Вот теперь то же самое есть на авианосцах. Что-то такая пересветка вообще, на самом деле, сильно, мне кажется, окна прям пересвечены. Есть, есть такое, да. Освещение какого-то странного. Ты имеешь сюда на карте? На кораблях. Не-не-не, на кораблях. Текстуры. Да, я посмотрю. Так, это взрыв. А, захват тоже не доступен, пока не обследуешь, да? У меня есть деньгары с этими, господи, как меня зовут. Круто. А с формациями оно все так же? Ну, без изменений нет, формациями нет. Ну, все так же с сферой выигрывается. Да? Отлично. То есть, на старте мы имеем минный заградитель без возможности заграждать минами, пока не исследуешь. Я бардажный фрегат, не умеющий абордажить, пока ты не исследуешь это. Глупое решение, да. Ну, чисто, да, угодно геймдизайна, я так понимаю. Это специально, чтобы просто затянуть в премии. Пассированный обстрел. Так, его сейчас в своеме взрыв. Ну, пока там исследуется возможность захвата. Да, вам лучше вместе, кстати, держаться, чтобы вы друг друга хилили авианосцы. А, тут авианосцы же хилят, точно. Да-да-да. Я ж только что рассказал, что ли. Да я все жду, когда тут абордажник. А как они хилили? Да-да-да. Ну, там такой потоньше, правда, лучше, чем у саппорт фрегат. Визуально, ну, смысл такой же, наверное. Ну, такой вялый флот какой-то. То есть не торопится никто никуда. Истребители что-то какие-то медленные. Ну, истребители, да, согласен. А, тут уже всех распилили, понятно. Ис-дай, кайти кинул на ремонт. Да-да, я тут... А то что-то у тебя тут совсем все печально. Я тут просто что-то это самое засмотрелся. Да, а то сейчас тебя сажают. Да, вон, вы водите наверх, у меня тут стоят платформы, уже ждут. В общем-то. А теперь, когда платформы сажаешь, прокладывается, короче, траектория, куда ты сажаешь, пунктирными линиями. Зеленый, зеленый, черный, прикольный. Хиггса, походу, сейчас скоро игра закончится. Да не, а в следующей миссии появится, верно, с мишей. Без сложности играем. Сейчас я попробую выходить. А это платформа, да, так стреляет. Цвет поменялся? Не, всегда так и было. Ну вот у плазменных корветов там чуть-чуть поменяли цветы, и у рейл-ганов. Издалека чуть по-другому. У нас дата спайр, нормально ли выглядит? Дайте мне кого-нибудь захватить, мне очень интересно посмотреть, как работает. Да, шакалит на дата спайр. Почему ход кейвэ не работает? Смотрю на это управление и просто не понимаю, что происходит. Да, тут еще потолок есть ухо. Чуть сверху, но у него свои яйца положить. Понятно. Реально, тут есть потолок у карты, и это, блин, неудобно ему страшно. Короче, он просто подлетает, и невидимыми лучами захвата его типа цепляет, да? А текстурки повреждения исправили? Да, 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 ты списали, что есть правильный, да. Вот, 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 видишь, вот точно, какие-то странные. Групп 2, assigned. Групп 2, taking losses. Вят, вот. Корветта сигнал lost. Корветта complete. Upgrade complete. Это пока не втыкаю смысл этого. Моя инфригада, то есть корветта? Так, что за истребитель-раевик, сейчас посмотрим. Какой-то здоровый хрен с большими бумбоксами. Ага, тай-файт. Ах, нихрена, они быстро строятся. Они дешевые. Кому быстро строятся. Откуда они вылетают? Они были в том, что они были в проблеме. Ой-ой-ой, что-то мы не справились. Откуда они вылетают? Окей. А, он еще крутится, смотри. Угу. Кручу вершок, запустить хочу. Забавно. О, кнопочка гиперпространства стала маленькая. Вау! Аллилуйя. Да, да, да. Фонор, я так и сказал, когда я посребовал. Аллилуйя, да. Да вроде нет. Ну, я угодно. Да может быть, трансляция просто тормозит? У меня вроде нормально. Хотя нет, пятьдесят. Которых. И эффекта. Да сверху. Ну, покажи, как ты, какаешь минами. Как говорится, научите, как... Как это... Непонятно. Вот, сбросил. Как говорится, товар пошел на экспорт. Прикольный у него следует. Присходит какая-то вакханалия. Да, что-то я тоже потерялся. Да. Весь этот... Ну, вот это вот весе ебой. Я буду называть все-таки этот фрегат не абордажник, извините, а как фрегат-извращенец. Ну, это реально выглядит, как будто он просто свои яйца на него сверху положил. Типа, на, нюхай. Я сегодня доминирую. Да, я тебя сегодня не знал. Да, я тоже так и не понял, а что оно светится? Славянский зажим, яйца, милая красота. А, бля, он... Так, у меня... Под и пол тут стреляет, а не захватывает. Вау. Видел, Пандора, как это сейчас корабль захватился? Видел бы это Микки, там столько слухов сейчас. Бля, там еще карта испорченная. Пипец. Ну, вот я реально вот не понимаю, что у абордажа... У меня ход кей не работает почему-то. В нажимаешь, ничего не происходит. Может, у тебя сбило что-то? Сбило, с помощью. А, на В открываются игровые события. Какого хрена? А, ну, потому что, да, тоже на В. В, логично. Эл, логично. Да, ты должен на другую кнопку запереметь. Получается. Иси, это каи-то. Тут какой-то секс между фрегатами происходит. По-другому это назвать не могу. Что происходит, а? Здесь надо на авианосце, где у него вот этот авторемонт, правую кнопку нажать, чтобы он-то крутился и не мешал захвату. Да, это есть фигня. Понял. Такой, да, небольшой совет. Совет от Соника, да? Что-то мне напоминает Ифа Мула. Да, 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 да. Когда в кадре такая каша творит, я не понимаю, что-то. Все стреляют, все, кто-то, двигают. Что это происходит? Дерка голова. Сейчас, погоди, погоди, сейчас прицелюсь. Так, так. Вроде получилось. Нет, Кикс, нажми S на карьере, чтобы он остановился. И отмени авторемонт правой кнопкой, да, вот этот вот на плюсике, где у тебя панель с правой внизу. Тогда он нормально будет, все защитится и захватывается. Этими фреглятами имеют значение. То же самое, а то они сейчас, да, до бесконечности будут крутиться. Нужно немного проконтролировать. Мне кажется, надо уже идти, ведь очень много фрегатов, я боюсь, что вы это не срешите. Я нажму. Давай. Какая-то непонятно. Блин, лау, ролики просто. Аи вообще какой-то. Он не отходит, не держит какую-то дистанцию, да, там, обстрелы. Просто все как-то сбиваются в одну кучу, и просто какая-то каша получается. Ну да, да, вообще не нравится, если честно. А получается, подхилить каррер можно только союзникам, да? Да, или союзным каррерам, или саппорт фрегаты, или контроллеры. А, контроллеры-то... Ну, эти, инкарнации, но у меня заинкарнации. У меня в том плане, если ты будешь сам играть, получается, если саппорта не будет, то... То берешь артефакт на каррер, и... А, артефакты, я и забыл уже про них. Да, и... Наролливаешь, чтобы у тебя был авторемонт. Все. Ну, соло очень легкое, я сегодня поиграл несколько сольных. А, так, за новые эти флоты, он очень готов. Даже 50-я сложность, на удивление, легкая была. Я странно. Так. Правит урон, раевик на 33. Резак для абордажного фрегата. Посмотрим. Сколько этих артефактов, а? Блин, пока я проклассаюсь, я смотри, блин. Капец. Ну. Там уже... И игра уже закончилась. Да-да-да-да-да. Уже все улетели. Так, а нам, наверное, вниз надо будет тоже, да? Что-то у нас учит с цель. Ожидается сопротивление, захватите ресурсы. Да, пока еще интересное. Сбоку, сбоку, заходи. Давай посмотрим, раевики. Куда они там, кстати, до вылезают? Сбоку? Сбоку, сбоку, заходи. Да, покажи. Продолжение экспедиции было потерплено в этом секторе. Помещается уже. Вот, я и мою. Чем-то не вылезает. А, понятно. Они просто появляются. О, Господи. Я это вижу, да. Как телепортируется. Аликс один. Я гляжу, разрабы обиделись на руках, аминь за то, что на старте засрали рейтинг, а теперь игра недоступна к покупке. Да, это, я думаю, больше политика этого. Нет, это и политика компании. Это и кто обосрал здесь. Обиды ничьей, ни при чем. Да и кто же запрещает. Подожди свои продукты после донных регионов, поэтому это, я думаю, они все как-то рулит. Какие люди, которые запрещают? Какие эти комментарии, мнения по регионам? Это был джейрбокс, думаю, по началу, на первых днях. А потом, как оно пошло, что канализацию прорвало, так они, видимо, уже что-то не очень хорошо, но все равно уже, да. Так, я жду, когда заиграет имперский марш. Неплохо. Да, было бы неплохо. Ну и че, как бы мы... Он заиграл. И тут вылазит. И тут вылазит звезда смерти, и дает всем, кто постоял, и смотри. Я пока не пойму роевиков, но они против мелочи вроде так неплохо, но они что-то разваливаются прям вообще. Да, хлипкие, да, истребители, там и там, там. Есть у них апгрейд, дающий, помню, столь и 200%, то ли 150, но, наверное, на ПП и ремонт. Просто они становятся чуть менее хлипкими. Как-то называется, по-моему, Endless, бесконечный. Ну, забавно, конечно, придумал. Заметили? Нет уже, да, толпы эсминцев, как раньше, да? Помните? Да, да. Эсминцев заваливал это, товарищ. Её просто, я не ту группу назначил. Так, эсминец, а эсминец захватить... А эсминец нету. Нету, нету корабля, которая сможет в себя это впихнуть, понятно. Мамка не завезли, в окей, маха. Было бы прикольно, если бы завезли. Хамуха, а, надо клавиши ходки и переназначить. У этой каши невозможно. Да что вы, Степ, по три штуки выделяй. А, это просто здоровье показывается, понятно. Ну че вы тупите? Опять, да, че-то фпс просел до тридцати во время кучи ракет вы. Да, я понял. Ну да, учт я, ты когда-то уже атака. сейчас меня это самое разберут а вот были бы гипер прыжки увидел он перекрасился еще не успел залететь и сразу перекрасился опять так и такая же история следующий пошел сейчас перекраситься вот так вот торчат вон торчат и вроде как такой гребень появился и для себя карьеры отставить а перспективы это дима так как в себе кинул пара и плать архивы покои что я не хочу я думаю она ладон вы считаете мне у меня платформа уже тест разобрать соло неплохо блин как тут движение большие я вот смотрю она просто знаешь вот такая доска плавает на воде и корнокобаян я говорю рыбки в аквари захват просто буй уехал ниже слова да просто блин я не понимаю у меня этот кирилл сейчас кровь туда-сюда потому что пытается что-то смотреть чтоб кири от не крутился останавливаешь с и правой кнопкой по вот этому плюс пожимать чтобы он как-то ремонт выключил все тогда перестанет крутиться и перестанет пытаться сидеть все кто у тебя там ранены авторемонт да это это ремонт такой дебильный хочу что-то они или что-то они наоборот поломали но и но это они неправильно как бы это изначально было у них это еще нормально смотрится вот авианосцы блин они даже не смогли нормально захват сделать а мне захват нормально почему у меня почему у меня кораблей еще не ли не захват это нет а вот помещение в карьер гребешок торчит потом я знаю почему торчит потому что наверно это просто петушиный поступок где-то в партии фактор я терю просто игру просто списали по только этих артефактов то происходит то чего я не ожидал кажется для меня гораздо понятнее классический флот выглядит на самом деле бесит то что он по дефолту стреляет и не захватывает то есть если бы это просто ну да еще нет момента вот то что кто-то ты выделял чтобы несколько целей сразу я тебе надо обязательно один фрикат прокликать одну цель прокликать то есть это как в римастре в первое время было с бандажом корветка такая фигня то есть нельзя было выделить в одну там это починили починить ли это здесь хорошего ну так конечно флот собрался с абордаж никами небольшой непонятно но туда здесь вся фишка именно с абордаж и под это подстроили вот подкрепление то что с первой миссии уже фрикаты на тебя прут и ты просто можешь потихонечку как бы в лучших традициях традициях компаний а тут же можно захватывать сверх лимита да 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 говорила сова чего рода передает привет фрикаты на этом шагал пламенный горячий горячий вы не ждали а он уже пришел а вот там выцеливаете ребята а понятно есть а так как они не упорно пытались прострелить и лёд а пусть у нас начинает круто а как как с и и и и и монет не хватает на самом деле какого-то понимание что у меня за флот есть и счет состав флота я конечно понимаю можно посмотреть ну как тут у меня раньше в ремастере не в обычном поле более понимание было улучшение категории виза как прочность корпуса марта же фрегат имена возьмем контакт не прилетите сюда что вы там купите я же вас всех сюда повесил на охрану а у портаж есть ремонт саморемонт да артефакта можно взять встроена улучшитого нет я посмотрю что крутится пара оборвать и лечь не нет не этот кэрри радичей тавян авианосец и говорю он как процессор как призме любит эффекта украинский стенда и гейтен ордерс возится что ты хочешь наши . если вы там на захватывали сможете нажимать 22 засуну в себя последних яйца уже пристроили как-то не хочется слезать раньше времени ладно поехали подожди да я сейчас засуну в себя два я не понимаете по бокам светлый это ж не двигатели да какие-то вот эти белые вот эти типы да да я не понимаю как один пошел короче ты знает торчит сразу видно так все я в принципе готов можно дергать дергаем да реально карьер могу сделать все но переделали а это же должен быть изначально типа хигарский да но окно то красное причем да ну заметили она не искаженная какой-нибудь карнат по красным а в этом самом в компании чуть я не помню какие у них были красные тоже я не играл я жду про я жду какого у короче нет у зайдан тоже было просто у всех противников было красный сайтан желтый у кадешик на желтый желтый было про дженитров и в бентусе и тайдан не был красный красный ионки красные эти я проверю это где-то там была разница я помню что по моему изначально у хигарян по моему красные ионки были нет короче мы тут все все забыли уже первая часть это у дампе протеста рау вы это красный ползает дестрой их жаль вот этого засунуть не можем себя мы засунем в себя то что от него останется я хотя ионки что ли лучше сделали ионки теперь человеческие стали не мерцающие или мне кажется мне кажется это было скорее фишка черный минус мне на самом деле нравились мерцающие вообще не знаешь куда зацепить вот у колодца вот ресурс контроллер интегрити от 50% и фоллинг вроде бы есть визуальные места но в доме ими контакт карьер марк сенсор контакт хостайл карьер спотт сделать это фрегаты прям вообще не могу с тестом справиться такая пачка краш тестов 3 десторой м 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 контакт чек скринь нет нахрен отсюда едем и так понял здесь до бесконечности буду спауниться да 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 2 завалил два еще появилась не на фарма блок конечно вот такой себе ну это как-то нечестно за пиратов я бы не рискнул бы это вот это новая карта мы туда идем в центр вот это где позначение как станция кстати напоминает чем-то как будто колизей такой в этом смысле я могу по дизайну так прикольно ну как бы в этом смысле про неторы может быть даже как характеризовать таких приходили и везде сразу ставили свой город ресурс контроллер неринг кризис кроме трим а и и и и и и и сентябрь анаме карьер ребят а вы чувствуете отдыхаете ресурс контроллер к строить такая фишка была и в обычной во второй части стоят где-то пока ты дорадиусы не дадёшь и тогда реагируй а грамм грамм контакт остальные ревти передая непослушный покалечит просто насрать на всех вообще я буду лечить я доктор я так вижу и сенсор Продукция завершена. Не забывайте оборудовать. Что вы там стоите? Я же вас всех сюда послал, а? И не того. И не тогда. Там поход за мной. Там примерно в одинаковых. Знаешь с чего этих баражных не хватает? Здоровье. Они дохнут вообще. Мне вообще не понравились. Абсолютно. Геймплейны они там ужасные. Их надо было сделать артиллерийскими, а их просто миссайл сделаны. Ну да. Надо хотя бы апгрейд его артиллерийски. Хорошо. На бой пошел авианосец-то, смотри. Годей. Абордажный, да. Он же в теории крепкий должен быть. Он же как бы десант. Не, мы про другой. Про баражный. Ракетный, короче. А, окей. Баражный. Баражный. О, кто сейчас обездвижил кто-то? Хрёво. Это сейчас было в тему. Выиграли. Поздравляю. Вот это сейчас было в тему. Хикс ты, по-моему, обездвижил. Спасибо. Поздравляю. Я не знаю, чей был залп, но он был очень кстати. Я не понял, чё это сделал, да. Ну, вот там такие маленькие фиолетовые ракеты вылетают. Там две штучки, что ли. И они бьют, как емпинг, как нюмпинг. Вторую часть скаут сбрасывал эти бомбочки. Они взрывались. То есть там анимация была. Тут что-то анимацию не пририсовали. Главное. То есть они просто попадают, всё, и юнит останавливается. Которые попали. Сколько нам обещали. Как вы хотите, чтобы корабли разрушались? Чтобы было видно переборки? Или же просто проминание корпуса? Да, да, да. А просто куски металла. Он, да, наслаивается. А потом мы просто отключили, а теперь просто надо. Ну, кстати, вот сейчас надестрейсы посмотреть. Сейчас, кстати, это лучше выглядит гораздо. Вот, смотри, сейчас. Хотя, конечно, уже глазу не бросается. Но текстуры тайлятся, всё равно видно. Да. Вроде как от нас это заболеет. Ветрянкой, да. Как это мне? Атлас скинул видео. Атлас мне скинул видео это самое. На самом деле, ветрянка это смертельная болезнь. И вы давно умерли. Потому что родители просто снимали с вас цифровую копию. Окей. Поэтому красили вас в зелёные точки. Мукав проводили, короче. Эффектуальная шутка, окей. Ну что, ещё остаёмся? Забрали новую, уже пойдём как. Откуда здесь матка? Да. Близи тела. Да. Она тут на подмогу сейчас будет идти. Вызвали, да. Вызвали. Ионники строить. Вон, мне уже один построила. Тигринный. Ионник. Ну это вот особенность этой миссии конкретно. Пандора. Даже два. Прикольно. Что ты захватываешь. Ну я расскажу. Что ты захватываешь центр карты. Это как бы считается побочная задача. То есть не обязательно её прям напомнить. Макенко явно связалась с не с теми. Раз рейдерам строят ионники. Да, да, да. Ну как ладно мне. Это двуликие хигоряне, которые вроде как хорошенькие, а потом оказывается, что они там пиратов снабжают техникой. У них явно какая-то у разрадов мания снизу делать подвесы большие. Даже вот у авианосца твоего, Алекс, тоже снизу такая, да, это? Угу. Припух. Брю, брю, брюхо, да. Как это назвать, да. Брюхо. Да. Ну наел, наел. Да. Всё, что своё, тем гордусь, да. О, это всё. Окошечко, окошечко можно ещё меньше сделать гиперпрыжка. Видели? Можно свернуть его. О. А вот развернуть уже не получится. Да, да. Вот это, кстати, я не заметил. Спасибо, что сказал. Да, и оно не пикает. Да, да, да. Оно не пикает вот это вот самое клёвое. Слушай, Кейс. Обратно развернуть можно? Да. Обратно уже нет. Нет. Недоработка. Обратно вы только уходите, да. Вот односторонний, да, как в героях есть односторонний портал. Вот здесь, да. Свернуться можно, а развернуться на вселене. А как стало спокойнее, действительно, что оно перестало пикать? Да, вот это, кстати, клёвое. Это я не знал. Прямо уже сразу не давит на мозг. Оно. Было хуже, если об сирену было, знаешь. Закончил миссию и сирену, давай-ка, валяру. Похожая, как пожарная, да, такая, уи-уи-уи-уи? Да-да-да. Ты помни, стреляет. Ну и чё? Да поехали, чё. А я, подожди, а можно я нажму на весь флот уничтожить? Скатывай, скатывай. Скатывай, скатывай. нас она сразу взрывается даже какого подтверждения да то есть жал сразу рванул у я карьер тоже рванул случайно не хотела есть ионник взрывайся мне бейджик очень нравится голландских рейдеров не оригинальный прям под моим это раскраска очень нравится походе глаз визуально смотрится хорошо но его можно тоже перекрашивать и другие вау сколько ачивок пиратство пиратство 2 живи быстро и убирай медленно но интересно интересно сомнительно ну как ты ну я пока не понял вроде как бы захватывать можно но при наверное сложности модификаторе сложности x10 мне там тоже гореть можно но будет гореть тут так вот не посмотришь как сейчас не наискотите можем попробовать возьмите два захвата флота меня вас прикроет просто получше сделаем и второй флот ну давайте да как он четвертую сложность до самой но уже авианосцы не надо терять они не появятся но вроде мы в этой не теряли я там вовремя подхватывала я просто уже наигрался рейдерами я хочу стандартами играть поэтому меня уже относите меня давай не за что-то выше а я вышел клавишу поменять полный это невозможно вручную тыкать охват прям просто садизм ну я через у тыкал под плохо что нет вот на у выделения вот они вроде сделали здесь выделение цели раньше вот и выделяешь все противников через control и выделяешь атаковать и атакуют все все твои юнит атакует одного юнита а здесь я уже исправили в этом патче то что они перераспределяют цели но в зависимости от того им кораблем ты а вот так уешь то есть там массов фрегаты понятно что там среди там фрегатов истребители корвета будут мочить первых истребителей потому что они заточены хорошо мочить ионики будут там мочить фрегаты сначала и так далее то есть такие приоритеты они уже выставили наконец-то и теперь и как бы не все выпят в одного все перераспределяют там цели это хорошо то есть об этом очень много писали на самом деле дискорде то что реально просто там массов фрегаты вот эти вот фигарские которые они все стреляют там мощными залпом по одному жалкому истребителю ему там столько не надо и теперь это не поправили этот момент посложнее то есть тут захват флота в чем плюс уже есть два артефакта на вот эти вот фрегаты захвата которые белыми пучками с яйцами но много было и пить то то есть они чуть-чуть пожирнее чуть побыстрее чуть чуть получше ну и дальше там века с ними апгрейдов там принципе все апгрейда хорошие ничего прям плохого нет вот так орвет минер это туда довольно специфический юнит конечно его кстати можно минировать как во второй части то есть ты делай вот это через н делается стенка и ты ее раздвигаешь вот или можно минировать как вот в третьей части фрегатом вот этим миниров компанию то есть он по моему эта коробка я вот коробка в основном шрифт это вот это ромба каким-то вот и третье еще там как внутри третью я не брал метар бербетов привет на то есть в целом минер и если использовать именно как сидеть и минировать они как летать и пытаться там что-то себя доказать эффективны достаточно то есть какие там узкие там проходы заминировал отлетел там заманил туда противника порта взорвался и все респауну 3 пусе там респауны бакла минировать респаун там титана очень приятный но я еще пока не овладел таким искусством больше не доводилось подать на целом минеры ничего такие полезные от я читаю но сложный в плане контроля я либо давно не играл либо здесь что-то поменялось опять я имеется может настроить какие-то сбросились посмотрите альман уже потом вот и да наконец-то исправили раскраску раньше у них был косяк он там красный основной цвет желтый полос сейчас почему те было что вернули обратно как надо я вам очередно расскажу вот это вот это да то что должно быть нас карте да теперь уже димитар у нас тела нормально вот смотрим обновление на home world 3 хотя сказать 2 абордажный корвет да 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 абордажить они не перевели да это самое то есть перевод не сделали на карту на улучшение да тут неполный перевод понял нету русского да там я видел что-то китайцы жаловались не полный перевод я просто в оригинале играю я не могу оценить насколько полный или неполный перевод димитар да ничего потом как получится поиграешь с нами конечно это не похоже на этих на прогенитаров этих муверов оборвали да 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 в этой колец это операции они всегда таким были с релиза еще так что удивляться нечего к сожалению хотелось бы удивиться но нечего так надо пробку поискать да ни одно уже сбил у меня займось этими пробками можете потихонечку же если вылетит фрегата он ваш то есть кэпчер флит это инкарнатовский ну вот это странно я тоже думал что на флоте захвата будет контроллер с ремонтом который очень нужен авианосцем который сам себя поначалу не умеет ремонтируют ими страйк крафт айдид чек сенсор по позиции вон там вылетел какой-то фрегат я думаю тут кепчеры именно в том смысле что можно ресурсерами ловить корветами ловить и собственно фрегатами ловить да правильно все верно больше нет ну вот это вот мерцающих лучей которые с круглями у нас тут туранник до затесался под видом каландских рейдеров так что не это емки переделали просто да вернули в стандартный пандора видоса здесь сделать сделать сестра мани приятного другого флиблин построение осталось старое да а модель это разные там меньше и больше не втуда же очень не парится об этом 9 арт да я занимался роликами там выкладывал сейчас и работа была поэтому нервно на какое-то время стримов я вижу это видишь не я вижу как абордажные бригады то есть коррецы коррецы друг друга тыкается на половину визает фрегат построение вообще абордажный фрегат не умеет абордаж эти тёпоросы то пяти на это попался дожмут капчера капчера ты нет ну ну эти фаски тут никак попасть не смогли а ваша единственная задача была попасть в дырку а ну как их еще назвать крутились крутились с фрегатом в итоге раз размотали о он сам сам попал каким-то образом у меня этот карьер схватовал его на него налетел просто так надо карьеру водить отсюда на давай быстрее способность захвата исследуйся на ее просто ну что за дерьмище пошел захват хочу вы все крутитесь я не понимаю это не в это у что ли я это я пошел ошибся на водах захватывать выглядит как в это когда в это в аниме ну и жесть 6 мелких шрифтом иди к нам поближе драйв застрял и позицию подлоги потерялся нет как просто хочу чтобы он был ближе к народу так вам надо пилить все что движется че вы стоите что они движутся двигать и тырить на и кассин кирилл в 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 вы что в а crois множества и Я не могу исследовать абордажный фрегат. Что мне надо для этого? Он у тебя есть уже абордажный. Баражный фрегат, да. А, исследование миномёта надо. Да, там весь вот этот момент бомбер-флот. И можно раевик. То есть, короче, суть такая, что теперь ты не можешь исследовать всё подряд, но исследуя ты всё равно всё подряд. Теперь дольше. Да, подряд, но не сразу. Но это, кстати, на самом деле, хорошо. Я, на самом деле, рад, что так. Как сейчас говорил этот мистер вселенной взболтать, но не смешивай, да? Да-да-да-да. Эй, блин. Групп 3, ассайд. Групп 1, 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 асайд. Продолжение следует... 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 Я нажму, и мы посмотрим, что у вас сохраняется. Я просто смотрю, что критическая масса уже как-то не увеличивается, потому что контролировать становится тяжело, а они не лечатся. Ну вот да, вот это, кстати, большой минус, действительно, у пиратов, потому что лечит только авианосица, а его самого попробую еще вылечить. Он либо лечит, как больной придурок просто, либо это самое, либо стоит мирно. У меня 13 ударных, 4 многолучевых и 5 ракетных воплощенных. У меня 7, 3 и 4 Каптюр. Ну так, чуть-чуть. Рено Каптюр? Да, Рено Каптюр. Так, что там у нас? У нас в квартире ГАС. 27 фрегатов, а понятно, у меня уже лимит фрегатов. Он же не лезет. Да. Объелся. Еще не объелся, объелся. Сейчас у нас еще здесь будете объедаться. Все, наконец-то, хороший апгрейд. Чеш-кресть. Слава богу, рандома. Когда мы будем новые карты смотреть? Я думаю, постоять не можно. Да. Парточки. За новые карты взяться. Слава богу, рандома. Слава богу, рандома. Слава богу, рандома. Еще есть. Рассажирование. Рассажирование. Слышите. Где у вас там? Что-то плавает, да? Да. Есть интерференция в фактор. Маркетинг локации. Как не вовремя. Как не вовремя. Как не вовремя. Что там не случилось? Так давно возникло из них. Да, скирмеш, я думаю, будет против ботов. Рассажирование. Потому что людей, во-первых, сложновато найти в спину. Силы его ущербности. Скажем честно. построим минометный коровек который не умеет минометить без улучшения делать устранить помехи с помощью авианосца подвести да 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 просто отвести заплатить . а проб вот эту пробку я заберу ты уже дред будешь забирать да я там подбираюсь да нет да я заберу чё ты будешь фрегатами подбираться я из истребить я сейчас пришлю и заберется автоматически давай в центр карты лучше да и движуху все подпускаешь движуха я вроде разобрался более-менее здесь потеря сумасшедшая приветствую дар феликс все на моя бедная платформа кассиристами страйк рафтан на порт а часть у меня страйк рафтин ария чекскрин я рекламу Так, стена. Помеха справа, помеха слева. Уже сбили. Не сменись, не туда, конечно, идёшь. Сейчас мы расскажем об этом. Он просто ещё не знает. На тоненькие онки. Мне нравились эти пузырящиеся. Не знаю, что ни говори. Выглядело это и красиво. Немножко било по глазам на одно, выглядело красиво. Не, не знаю, мне лично не нравилось это. Это забавно это было. Нет, причём это было только с DLSS. Я скажу так, что в текущем виде онки, да, смотрится как-то тускло. Они не такие сочные даже, как просто в классическом варианте были. Да, да, да. Перестал ни то ни сё. У тебя Дарк Феликс спрашивает, что ты... Нет, это... Дредд, что ты не выгрузил видео по FOD 2. А, да, это было дело. Да, у меня там проблема возникла со звуком, а потом я думал, что я быстренько справлюсь. Но оказалось, что я Дискорд себе не записал. И сейчас, по сути, надо просто взять и убрать весь наш... Весь мой голос. Раз ваших нет. Собственно, и получится такое просто прохождение. Не кузява, но как есть. А, кстати, да, тут кто-то говорил о том, что у меня уже была такая штука. Ну, это... Эта карта вот с... Темный карнавал. Я потом посмотрел, да, что я с какими-то ребятами играл в эту же карту. Мы с тобой тоже играли, я помню. Да, и... И там... И там, конечно... Ну, там, скорее, как... 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 Как такая троба пера была. Неожиданно. Хоть бы не было. Так, что происходит? Я вообще не понимаю, верно. Какая-то, что происходит? У меня происходит захват. Какие-то... Крики. Мэйды. Там, что-то происходит. Хоть бы меня убивают. Чё, три-надцатку... Тринадцатку... Тринадцатку штурмового тебя. Какие-то прикольно. Пойдёт. Четыре-надцать минутки. слава богу я рубанул звуки только вас слышу я не слышу это безобразие партнер какой-то блин конечно печально то не могли нормально захват кораблей сделать я миду ну засовывание в карьер элементарно ольга это контакт чек-скрин ну и сам кирилл макардах соответственно и ты стоишь смотришь на него и дихо и голодный просто знаю что ну да да филикс нет уже удачи спасибо спасибо сенсор alert hostile corvette ID confirmed но да так вы там чё когда будете готовы или еще по захватываем можете по захватывать сейчас я тут эту пробку возьму артефакт тут мы взяли один и 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 может быть это не по белка что это лед это лед наморозило м м этот контакт и м ему и и и за кунфант да стоит послушай да я боюсь что некоторые вещи только модерин и снова желание или все просто следующей части знать я боюсь у меня чудовую и если в таком варианте это то я и не хочу главное чтобы не продолжение этой части чего-то адекватно и портал корветта сенсор контент эндоми корветта и варка как странно вроде отображаются точки подкрепления но не так пропадают быстро ты не понимаешь что думаете вообще бронх тоже есть такое давайте дальше есть можете здесь ничего делать последние себя запихну уже летят камни строить период и строит сводит еще буквально полминутки и все так а ты стой почтение у меня засовывает вопрос а я уже не замечал а тут есть к коллизия столкновения у меня нет по моему как они у них нет повреждений стал нету нету это за саппарка ну кто делал за саппарка в том числе кубковку ну более вспоминаем я тебе скажу там многие вещи просто им простили так первым ну да пробка пирата поэтому все таки все таки это была наземная стратегия да ну все равно веру многие вещи просто простили все я готов можем улетать сейчас у меня два три три фига то сосется нет 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 сейчас здравствуйте товарищи от нашей программы передач на завтра а я думаю что у меня количество фрегатов не увеличивается а у меня автозапуск выключен а у меня все фрегаты в карьере фрегаты это переударных ракетных полный стак истребителей и помимо этого у меня запасайте запасайте титан вылезает сразу все из брюхов вытащил сф дальнобойный смех почтение ну все я готов если что ну подожмем да я смотрю 40 46 кораблей я просто устал переживать думал может там может там всякая мелочевка сидит на каста фри 46 фрегатов сидит когда успел я же там вроде я там в добрую половину я уже уничтожал потому что не у меня не 46 но там штук 10 ну окей надо легкой посмотрим сейчас сейчас все вылезут посмотрим сколько там народу собралось тус 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 я увлекся похоже полезли вылезать 21 фрегат у хикса больше 22 22 23 25 я посчитаю 26 27 27 я чувствую себя волнушом по сравнению по сравнению 27 29 ну нифига себе у тебя это наверное гиперпространство порвалось 31 32 есть у меня слабость 33 33 они ладно это это уже это уже минер и 33 по-моему не пойдет согласен я с моими апгрейдами могу а я ваш я смогу строить истребителя не просто без без ограничений 10 много лучевых 7 ракетных и 16 ударных у меня и неплохо 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 так ну я направо или давай вниз наверное да с такой толпой да и это да вниз да да у тебя 16 26 плюс 7 до 33 и 3 еще у тебя захватишь 36 короче я просто это скажу я отдал управление npc и вот поэтому он тут спаунит фрегаты в 93 в 93 обычно 20 нет там 21 по-моему очко 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 это да это да да ок что там у вас происходит А, понятно, что можно судить Не чамс Экзестрою расплавился прижать контролла комплей мальчан на меня судьбу по курсу нет что он передумал на меня и тено на 18 мультибимов я тоже не пошел прикармливать это черные куски обломки летают просто написано флот демонстрирует сессию сила захвата силы с зажима яйцами это а и и и и и Ах, боже мой, пошел яйца. Что происходит? Если бы меня сейчас бы спросили, что тебе нравится, поморк, дыть. Ничего. Я бы, наверное, сказал бы. Дым. Дым, да. Дым. Все, и все. Но он же был в второй части. Дым. Столько дыма напустили, что не знаешь, как на это реагировать. Ой-ой-ой, брат. Что там у тебя за пати? Не без гестров. Уходи оттуда. Уходи оттуда. Уходи оттуда. Я сейчас к тебе приду, но ты уходи оттуда. Я не могу. Я не могу. Всеми силами лучше вообще подальше. Добрый. Это у меня просто это самое. Бардажные фрегаты дымятся. Уходи оттуда. Черт возьми. А еще раз. Скорая набор. Уходи оттуда. Как ты сказал. Набород. Уходи оттуда. Главный. Уходи оттуда. Группа 3 требует поддержку. Продолжение следует... 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 авианосцу в принципе казалось возьмите да и просто повторить это было ну да гарапония просто еще каких-то там механика еще можно с него брожен как бы есть по сути все готовы походу они даже и это не ну где я делал даже не скопировать просто надо было сделать и нафиг надо было вычеркивать варгеймы я считаю принципе феврале надо было выкатывать не варгейма как там одну-две-три миссии компании буквально такие тут туториальные знаешь чтобы чисто одну там туториал ну как обычно бывает первая часть 2 вот а 3 2 3 уже вот допустим там 2 это вот эта стычка с вот этим колландскими рейдерами 3 как они там тоже нам стычка вот это с первое с этими карнат с истребителями и все то есть и уже по это было интересно смотрелось давно будут просрались по правду огромный хуф там огромную кнопку гипера как бы прочие моменты которые исправили только сейчас по сути вот но сам факт это уже по было интересно сыграть там две-три миссии уже понимать хоть какой сюжет примерно там как бы уже была бы какая-то интрига лично лично у меня во всяком случае ну выкатили багованные варгеймы я тоже стрелялись 7 минут я так думал здесь волюметрики используется сверху и снизу облака это просто получается до милых и пластуры да просто плейн с текстурой все так как умели так и сделал мне кажется они вообще не умели работать с андрилом там три года тупо учились что делать хоть что-нибудь собственно весь этот сроки ты сраки которого не горят это того что не пытается весь этот свой вермишель раскатать я сделаю что-нибудь больше чем уже сделал короче когда руки из из дизайнеров да и из заданных дизайнеров получается красивая картинка тайной то все крейсер размотал да не ну конечно можете еще захватывать нет даже догнать догнать до сотки фрегатов конечно зачем тут они тут немножко поменяли на эту карту да там же раньше был я лучше сделаю массовое самоуничтожение две одинаковые с каждой стороны а теперь у них там половинчатый на правой стороне а все все понял да слушай походу поменяли да по моему да было цельная а здесь реально как бы табло это подстава я выбрал весь свой флот нажал взорваться и у меня камера вас и уехала я не увидел жуха но такая трудно такая труха нормальная кстати постер остался можно посмотреть нажмем пока пока без не поглотил вы был но пипа у и кривая кто закрылась что мы победили да и тирать волшебный power support эксплойта артефакт спируешь да попробуем как только мне надо минут пять я часть себе ноги хорошо ну давайте может опарминут перерыв так давайте короче две карты периметра раны и лёгок даже это блажен дождь тэн холл сургейт помните там бинтузи умирается там на их расстреливают айдане и таки ей можно сказать что они там вот типа в blade runner и там этот рой батти говорил типа вот когда он умирал его вот я видел эти лучи при этом хаузерных вратах но этот собственно бинтузи умирается при танца от энхаузерных вратах и собственно такая долго долго играющая отсылка получается одно на другое теперь холл и обратно на блэдра на ученику так сейчас я пять минут покажу пять минут ну что же дорогие товарищи мы продолжаем нашу трансляцию и теперь мы переходим с военных игр на серьезные потасовки в скримиши там были игры сейчас мы серьезно поработать будет заруба заруба да а чё это такое хв рухи он вид название комната я уж не думаю ни хрена себе дискорда купился наши я да я тематически назвал бэграунд такой интересный облака повод крест интер справа вау опять опять дымится и ветром сдувает дымок да какой-то карту со второй части прямо напоминает очень сильно не могу вспомнить очень сильно напоминает круги храала что что-то такое было вот прям похожие карты по размерам и только эти крестов затягиваешь не было очень похожим по форме типа круги храу ческолько учет пока не печатает она такая средненькая смотрю не особо большая блин но ветер снизу меня немножко сбивает с толку на самом деле если так смотришь прямо нормально если смотришь сверху вниз то ли не понимаешь немножко ориентации в пространстве ну здесь хотя бы более-менее объемный дымок какой-то партикул минаевизирует типа или всего не а горы что готовимся к нашествию пробок от бота был баг когда вот и убивал мазершипов схемишь вражеские условия было то что мог убить все корабли и когда у бота оставались только пробки он имелитал по всей карте как-то закончим за это технически выиграл техническая победа присуждается да 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 вот это бы и так смешно было вообще как это читать прям даду до полным серьезными почтов официально какой-то васян там написал это колюху нет это даже не ваш это как фишка зачем пофиксили да непонятно прикольно посмотрел бы меня ну я прям на этот не отмечал внимание ну так про себя подумала забавно да вот сейчас думаете что карта начинается с каких-то боев с потасовок нет она начинается с погони за тебя там вообще просто алекс окружили пробки да да пробки пробки кругом будьте вы чем посту как камикадзе режиме забомбят даже первый противник мазершип стала медленнее гораздо но это на самом деле плюс чем сага если это правда не не такой же видит такой же как и всегда это это подъемная на он такой небыстрый хотя из хотя вообще-то по ощущениям чуть-чуть помедленнее социально прям немножко перед и бананом не назовешь блин ты же не знаю как эта прокладка летающая на что это похоже там же каранка нет там и магенка дай малыша текстура чуть-чуть какой-то промедленные не знаю у меня корабль прям очень медленный как же теперь проходить последнюю миссию не может это для скидки компания но может остаться старых поломаются механики в компании ракетами и магенка пулялась а каранка иониками уже нас отраховал своими ракетами кривыми хороший вопрос мы не знали как они повредили никто компания перри проходить это не хочу я сначала когда первый раз проходили думаю по ее герой быстро и обзорное прохождение нужно и последним стало завещал у меня движуха началась ты просто пандыр не туда смотришь у меня движуха уже началась этот прилетел от борта движуха строить смотришь на на спокойную эту игру пока никакой нет а и кстати какой у нас сложный самый да 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 они поменяли условия без кирмиши чуть-чуть а еще не врубился чем происходит поют рекон продакция комплей кутюре инфорс пробери долетишь а маршрук 3 и с как ух ты почему у меня у фрегата турельки подсвечиваются или они просвечивают что чё-то странное тут по моему с этим способом процессинг сбили я не знаю вот у меня фрегата вот выделяешь корабль да он так типа как зеленым я сначала хотел сказать нихрена модули вернули немножко я горит после сделали сбили она начинает просвечиваться через через и он не фрегат фрегат поддержки зачем полететь не на зачем летит понятно по моему скоро минус один уже будет пока стараюсь просил 23 кадра принять притом смотри он проседает он проседает когда приказ на передвижение отдаешь вот если кадры 65 кадров м нажимаешь сразу спорить планы до 25 до 23 отдал фрегатик с этого с эффектами на косяк странно они же наоборот ради хвастались что это мы стабильность улучшили пусть покажут пальцем где ну вот ты выбери допустим ну какую-то кучу кораблей и нарми м то вот эта панель да даже может просто мазать шуту сразу все с пол падает 17 кадров я вот сейчас построил авианосис короче есть забавная деталь исследование все исследование все равно очередной короче то есть во второй части допустим ты построил авианосиска производства там свое короче как во второй части по щеку также то есть исследования одни или на любые корабли то есть перераспределение нету и непривычно я думал будет типа на авианосце можно там одинки объемки изучить успеть а с этим геймплей мы отправили баланса что мне эта карта напоминает украде храла просить роли побольше карточку б геймплей такой был изначально мистер кафтин ария чек скринс на мастер шип и стеки демид оба заныли насть музыка боевая пошла мистер кафтин ария чек скринс кстати в этот цветовый хамик как-то приятный по крайней мере происходит вообще как это каша главное главное может снести и все исчезнут сразу конечно можем следующую карту поиграть чтобы вынести вообще все или все производства есть эти следы от ракет или чего то там и нет слишком долго оставить не обращаем внимание черные обращаем черные линии а ну кстати да вот они не рассеиваются кто-то плохо настроил эффекты я даже знаю там 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 в ниагаре заходишь и там есть этот лайф тайм на 2 раз поменьше секунд сделать это просто кто-то маркером поиграл поигрался поиграл конечно падающим риснулись заводка я конечно не отказался мы верим его лапешник крепче они у меня просто этот матч и через обломки пролетела как будто пополам тот момент когда он взрывался выглядела как разобед вот похожий момент хоть я забыл можешь может тоже добывать ресурсы не знаю зачем выпускает ну чем дипломатию делать это нововведение мы оставим четвертую часть да уж розовый дым где 3 где 3 типа мы найдем 14 кадров 13 кадров да они причем писали мы производительность поправили вы сделали лучше да я я тоже вижу да у меня 40 кадров нет а ты когда ну м нажимаешь в тяп падает в ппс до час меня периодически вообще экране вообще синим становятся вот эти все объекты там есть такая явная проблема я но вроде пляж пандора не писали что мы с производителя снова деле получается да то есть они вот было обновок корму пришел блины что самое обидно это самый сложный уровень сложности да вообще не сложно вот мы сейчас запустим мы сейчас запустим так прикурить прикурить сыграть 3 на 3 там будет гораздо тяжелее любую того такого же размера примерно карту она будет компетенцируется тем что гораздо удобнее там будет сложнее гораздо играть тебе расслабиться не дадут а вы просто любого стоит шоке цены все я смотрю каких просто играет пока там бой как бы летает по карте смотрит резать веру очень ты видишь как текстуры растягиваются что это такое я даже не знаю что за эффект такой да это просто просто ты сам понял разговор это параллаптиру ну а это на хотя нет это же 4 анрил здесь вроде на ней так нету алина мои файтера прыгали не нравится что атакует сборщиков все весь в весь флот поттер на мои файтеры бросаем все это прямо на да 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 ресурсы надо спасти настолько все это самое спокойно что я говорю можно спокойно просто летать смотреть по сторонам карьер марк то есть раньше это компенсировалось тем что все было быстро нужно было просто сконцентрироваться на игре сейчас немножко замедлили через эти через постройку ресерч и через движение мамки все стало таким никаким прикольно эти самые магнитные заслонки у эсминца двигаются как у айгров да или еще наверное вложили когда верх не сделает фпс падает а жесть какая-то вода раз двинулись у меня есть máximo люди а все понял но это вроде Hus'ю во втором па мне только у выиграв у игрок был такой да я помню движков да ну и грузера помочь только был еще притом у батла тоже да здесь счету этих я не заметил все battle построил не раздражаетесь если у тебя выбрана выбран корабль который сейчас взорвется у тебя камеру улетает какую-то вообще рандомную точку на карте до 10 согласен прикольных x9 юнитов всего убил пацифист практически не спешит игра вообще спокойно по сторонам смотрел реплей попробуем сохранить даже они кстати реплеи короче написали почнуть прикольную тему шить и порт ваши старые реплеи мы короче испортили ну потому что там был косяк да вот вы теперь их может ну они не напрямую так написали теперь уже новая версия реплеев как бы старый реплей вы не сможете короче посмотреть с намеком все реплеи удаляйте ребят все же у вас было подавать и заново интересно проверить и запустится ли старая копия home world а первой версии вручную я потому что это самый на всякий храню архив самой первой версии самый-самый первый ну и демки потому что думаю знаешь сейчас чем допрут чуть вырежут лишнее почистит хвосты поздно уже деваться некуда я храню пришлось под это выделить 200 гигов лишних ну ладно не вижу так лучше это что типа порт на утром посмотрим глазница глазочек а разница облажавшимся вроде нет это так периметры так позиции 1 1 3 берите у вас там плюс-минус вместе будет я смотрю просто карте надо было назвать это не периметр арана ресницы арана раз уж есть глаз арана еще какой-то арон я смотрю любят себя да не говорит арон кеймбиц или какого-то с эти форм задней прикольная такая буря в стакане где-то далеко вздымками галит земля до вода действительно есть земля это знаете это какой был год 2014 к был смог вот что-то похожее ух ё-моё какая огромная греть гиперспейса нет слуха гуин для действительно огромные что это блять за солнце что это блять за луна такая что-то кольца гневновато как-то а действительно вот эта карта не напоминает немножко вот это вот посередине это помните во второй части была терра карта где в середине было это радиоактивная туманность и там несколько было таких дыр через которые можно было безопасно пройти очень похоже на вот это пока визуально вот тут место туманности мегалитерис я знаю куда я припаркую мазаршип специально щелочка для этого давай это по сути взяли ту же планету из второй третьей миссии да 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 перекрасили более жёлтый и вот эту планету блин дорисовали это солнце дорисовали и корона еще у солнце я смотрю на движется до корона вот это лично голова статичная я думал что котичка которая должна была принадлежна галактику из туман буранова айшелку нижний край планеты даже не видно да 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 странно на старте что-то очень мало ресурсов и по и хочешь ресурсы иди в центр какие-то полосы на планете не очень качественно планета отрисована да это они просто вводят крю переиграли тыквили планет это конечно все понимаю да принципе такое возможно чтобы так луна была так рядом да спутник но что он слишком близко но сейчас она бахнется тебя не смущает что такой огромный мегалитный орбитен педине это фигня до есть этот глаз на рано потому как кстати действительно в космосе был там чисел только конструкция уже бляру уже давно притяжение упала бы это все на планет дизайнеры 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 горе дизайнер ну да как бы за дизайн и за дизайнеры но как это играть что-то я пока не очень понимаю блин через первой части там прямо консультант по астрономии так сказать и вообще интересная концепция о ком ты любишь пробками гоняться я тоже умею вообще в конце вот это вот после выступления группы с там показывали типа вот огромное звездное небо и типа . вот тут а когда я помню вот типа вот на нервной реализм вообще но вот то что это не ну я тебе сразу вторая часть таких каких-то косяков сильных него были небольшие как тоже как бы нормально как бы это было логически вписывают какие-то детали здесь вообще непонятно что те кстати не вижу смысла строить турели по моему стало легче даже чем было а раньше просто карты меньше были поэтому так было ну да на такой большой и дура турельки мне кажется на старте не особо я имею ввиду тут даже нет смысла оборону занимать какую-то где оборонку делать будем добраться главное противника дашки пирспейса нет да тут ты не можешь отсидеть хорошо второй части даже можешь просто отсидеться откопиться там прыгнуть и начать разваливать а тут ты не можешь отсидеться потому что тут вот кто-то будет отсидеть как бы тебе можешь не может пельку налететь во второй части было икон контр и контр гиперное вооружение там и можно было заблокировать это у меня новый рекорд видеть 9 fps кадров 8 кадров вспомнилась есть кадры таранта да и ввиду того что вы как бы далеко и все медленно собственно оставляется ресурсные ресурсосборщики за все остальные просто бегут вперед стандарт только ты еще страдаешь от того что у тебя исследуется все медленно до у хреново я очень хотел попробовать мазать шип в щель запихнуть и попробуйте там перевернуть но к сожалению не хочет она залетать сюда до того же перевернута я не могу как карната страдает а выглядит как будто так и планировали что сюда можно залететь и спрятаться на законом исследования как будто еще дольше стали а я и говорю я в ощущениям и следует до бесконечности hotfix не просто раньше они были побыстрее сейчас прям чё-то еще только первый фрегат ток-ток вылезает им дизайнеров и поменять я знаю зачем они сделали такое это долго исследование производства чтобы мы эти авианосцы строили да да них тут еще это попробуй доживили не усни на самом деле им же надо как-то вернуть смысл авианосцах 2 минуты исследования ну понятно если считаем минутой следует среднем фрегат две минуты авианосец две с половиной эсминец три минуты крейсер то есть хочешь не хочешь ты будешь играть из 15 минут и меньше да и с и самое проешь хреновое что есть они вроде сделали но правильный шаг то что не надо спамить исследованиями как бы не следует все сразу но с другой стороны как бы они это зачем-то специально растянули и исследование линейные то есть как бы самая главная проблема неисправлена то есть проблема была основная в чем линейные исследования кризис линейные дерево то есть ты обязан пройти лесенку от истребителя до батлгрузера как бы зачем может и не хочешь проходить то есть во второй части я просто расскажу такая вещь была то есть вот ты играешь там два на два три на три у вас вы можете сразу там брать роли там допустим один делает истребителя там и дестра например 2 делает игру и поток крузера и корветы ну грубо говоря условно да 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 то есть идет какой-то тимплей синергия здесь но на какой-то тимплей ну окей ты делаешь файтеры окей я сделаю файтеры тоже ты сделаешь коррект руки я попробую через коррект прыгнуть в ригат но это прям главное очередь менять исследование ты я пусть сейчас вот я вынужден был отмениться вдруг я на середине решил исследовать что-то другое должен отменить а на паузу поставить случается не могу это все можно до одной фразы да и вот даже на тяжелый солнцу хоть пассивные не знаю странно очень пассивный мне кажется что они скермишь отправили но сколько мидность и бота у них пассивные потому что они настроены под предыдущие модели а и вообще тогда это же особо не потому что что это у нас холмолд варгеймс там кстати на редисе дискорде было обсуждение то почему такие вот быстро и быстро и добыча ресурсов да вот кстати быстрая добыча ресурсов это тоже это второй вообще фактор который тоже надо править хорошему потому что ты экономику ставишь за две-три минуты это блин даже во второй части такой так быстро и положено это из-за того что она настроена варгейм варгеймах это нормально быстренько быстренько начал быстренько закончил относительно но закрыть синхрон пошел да все потянул вот выкинула меня не выкинула но рассинхрон прям у меня слова рассинхрон ассоциируется значит что кого-то выкинул с игры у меня в негативном ключе не представляешь еще штурмовые фрегаты бесполезные когда их снизу атакуют вот сейчас я сверху вниз спускаясь лететь снизу воровые истребители а у них орудия все сверху и они естественно не поворачиваются и этих тоже и штурмовых фрегатов карнатских тоже вот это зеленая проблема гринписа блин короче у меня сейчас игра состоит в том что я клепаю клепая лимиты и медленно продвигаясь потенциальному месту существования врага поэтому у тебя еще все дергаться начала да тут еще все идет нажать м фпс вообще падает вообще красота получается 30 до и он карната даже пробок нету чтобы отправить и посмотрите куда вообще лететь какой бред нам и пиццы и дизайна вообще блин я не понимаю камера улетела не сделал если джербург сделал ремастер лучше бы они сами его но и дальше бы делали 3 потому что у них же программисты уже наблатыкались как и чё смотрелись на год и так далее хотя апгрейдили бы старый движок ремастер ремастеры быстрее лучше бы выглядело но нет люди понадеялись на то что к иначе до знает что делать даже не начинала продакция на порт и порог херни не скажет да я может случиться на так учета как-то прям бодро на меня покер на я не знаю зачем но год украл моя раскраска полностью да и даже цвет движков поправ почему так что-то как-то пахнет уже делать как раз таки понятно понятно да я наблюдаю хикс как у тебя просто дергаются но при этом как бы тупор ассинхрон какой-то она просто пытается как бы получается мне да нет не вроде нормально мне бы не помешало да у меня про вообще со всех сторон тут поджимают я ничего кроме иоников и дело и корветов не делать не могу самое смешное но я полностью шик уже сгрыз конечно там это придешь на подмогу да мне нормально все у меня два вино не желаю я терплю конечно но я послал когда ассалты и фрегаты хорошо это когда они прилетят может уже все закончится не но ты постарался это важен да ты поле да вы полезны медленно дочит замедлилась не на этой карте гиперспейса прям явно не хватает он нужен ну они да не типа на перспективу что делают карты мы сейчас сделаем 10 огромных пуст но полу пустых арт как бы а гиперспейс ну когда-нибудь когда-нибудь торпеды просто появляется орбит 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 а я завалить не могут ну куда ты разворачиваешься смотришь так какой ближайший артефакты пошли по экрану то есть у меня эти кусочки этих мегалитов они таким веером как будто идут не шлейф остается за ними за мегалитами или где внизу когда я смотрю что-то у меня периодически не вижу там твои июне ты что-то пытается приказывать до бесконечности но не получается ты не пойму тоже ты за рассинхрона такая вот из-за того что игра говно подняла что такое смотри до сих пор не исправили нажимаешь shift чтобы поднять это да а у тебя уезжает наоборот отпускаешь и появляется так что это за дерьмичи как понятие что для мозг наоборот работает происходит я это вижу лень какая-то я муж кончет не понимаю я может это тебя тут ты сразу маршрут как бы такой типа двойной до проложил по классике логично что это клавишу другую какая там w надо было нажимать я кстати его очень редко не бывает полезно а здесь я даже а здесь можно давай поиска делать я просто не в курсе да есть вот что это значит все понял спасибо но сложновато но я понял хорошо ладно хоть что такая каноничная не оставили почти канонично там через вы обычно ну да а движки они поправили там визуально вот эти которые скошенные нет по-моему должны были такой вопрос засыпать не они не вроде вроде как говорится банальный вопрос анальный ответ сколько эмоций вызывает 10 из 10 большая карта видимо грузит до походу я тоже 30 по сели у меня 60 fps у меня все дергается а то есть большая пустая карта да да она лагает из-за вот мегалита это в центре из-за ну количество юнитов самое главное ты понял кого-то там 30 fps поэтому с моими 60 я за ими не успеваю вот у меня и подлоги нормально наверно мне кажется кстати кстати может быть но я же простил да кстати вполне возможно что это запросто вообще есть сейчас нажмет м у него еще упадет еще я еще медленнее буду не аня 40 сейчас лучше стало давайте 500 хп ну да бейте уже одним он им замка ну сколько можно все наконец где еще что это мигает музыка дискотека забавно такое начинает твориться на экране и и и и Нет, 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 нет. И не говори, я согласен. Где это говно спряталось, а? Сейчас, это сволочь. Сейчас поищем. Продолжение следует. А, вот она, началась. Ура. На сколько мы там, ну, здесь не были, а... Вики, Комол, катабизму подняли фпс. Да, Мандорус, можешь помочь, пожалуйста? 128, да. Контрол апдейт. А то сколько... Сколько, сколько фпс, ну... Сать. Мне кажется, все будет решать где-то в декабре, в январе. В следующем году, в декабре, в январе, в январе, в январе. Я думаю, там все будет понятно. Либо игру тупо отдают на произвол мододелов. Абсолютно полностью и вообще забивают на поддержку. Ну, типа, ну, мы вот сделали дорожную карту, в январе, и все. Мавр сделал дело. Мавр может удалиться. Вот. Либо... Они... Начинают принимать всерьез все, что им пишут в Discord, в Steam и прочих соцсетях. Как бы, и начинают пидеть в сюжетные DLC. И... На основе этого, там, что-то хотя бы начинает немножко улучшаться. Ну, помимо сюжетных DLC, разумеется, всякие такие-то патчи и прочее. Продолжение следует. Мультивеин-фрегат complete. Если это... То есть, тут вариантов только два. То есть, либо это будут делать они сами, либо это будут делать... Ну, уже даже делают, можно сказать. Да, делают все. Как бы, весь проблем... Вся проблема — это сюжет. Ну, его отсутствие, как можно сказать. Формально есть, но качество... Слушай, а если вот эта вот проблема, то, что мы сейчас наблюдаем, это, в целом, большая проблема с движком. Я не понимаю, что это что-то такое beyond repair. То есть, это нужно либо все тотально переписывать, либо... Ну, просто, как бы... Объективно говоря, ну, с нуля, они не будут делать сюжет. Поэтому мы понимаем, это все прекрасно. Как бы... Как бы, кто бы этого не хотел, но... К сожалению, этого не будет. Увы. Абсолютно. То есть, как бы... То есть, сейчас они просто, ну, надеюсь, что до конца года Ставка была на варгейм, и зачем-то. Но тогда надо было не добавлять скирмиш, надо было просто сюжет, варгейм, всё. Скирмиш, а скирмиш в декабре релизнуть, и всё. Допилить варгеймы, и всё, и вот, пожалуйста, вам скирмиш, который вы долго ждёте. Но проблема в том, что скирмиш они изначально тоже анонсировали. Ещё до выхода игры. То есть, как бы, такой прикол бы не прокатил. Такой прикол бы прокатил с варгеймами, как раз. Можно было сослаться, типа, мы сделаем кооп-компанию, мы сделаем скирмиш, но варгеймов пока не будет. Как бы, или вообще не будет. Ну, подвокрутер только что процарапал мазершип своей журой. Слушай, а противники здесь прям одинаковые, хотя они вроде были разные, когда я их ставил перед началом арты. Ну, они одинаково моей расцветки все. Интересно. Интересно. И мы его бейджи прям один в один. Почему так не очень понимаю? Ну, допустим. Ну, так же, наверное, вы похурили. Ну, да, 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 так. Я до Хикса, да и только-только долетаю сейчас, а он уже тут практически заканчивает. Можно сказать. Подвушил бы, наверное, с такими тормозами. Да, забавно. Он включил слоу-моу. А что, всего два корветта надо, чтобы эсминец украсть? Ни хрена себе. Ладина, если Майкл Бэйн где-то появился. Это что, такая халява, да? Прикинь, я тоже удивился. Два корветта всего, это где-то ждищ. Вспомните ремастер, сколько там надо было. Ну, в первом оригинальном, по-моему, три. Два на фрегат. Да, два на фрегат. Два на фрегат, три на дестройер и... И пять, по-моему, на хэви-крузер. Вот, в ремастере, по-моему, четыре уже сделали корветту на гестер. Шесть, по-моему, на хэви. Крузер, два на фрегат стандартного. И все сразу исчезли. На хэнь, сразу легче стало дышать. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Косов опять настрой. Так, ну, что-то ползут на ионные фрегаты. Куда его нет? Мы не могу нажать клавишу J. И не услышать. Хэперспейс джамп, инишиейтед. Потому что дизайнеры не предусмотрели так. Максимум, что услышишь хэперспейс джамп, сосай. Хэперспейс джамп, сосай. Ионки хотя бы прикольно сделали то, что когда они заканчиваются, от них остается такая, это, аура из частиц. Зачем он меня пошел бодать? Хэперспейс джамп, ладно. Могли бы сделать, чтобы следы оставались от ионок. Тоже такие, типа, знаешь, как? В J.D. Night 2 от J.D. Outcast в Сверхозных Войнах это был? Мечом проводишь по стене, и такой желтый след остается, этот, прореза. Это ведь несложно было бы сделать. Они же говорили, ты что? Вы теперь, когда будете заканчивать миссию, в следующем раунде, вы увидите, какие повреждения у вашего корабля были. И вот будете знать, что этот корабль прошел с вами бои. Да, было такое. Спасибо. Как все, мы все купили? А, да, я не успел с ним уничтожить. Я вообще этот, смотрю, что у них модули на этом цитане, они поверх раскраска. То есть эти, как-то мы это называли? Как ты их думал? Декали, да. Поверху нацепили, и нормально. Да, реально, у бота, почему-то моя раскраска, у всех. Хотя и перед созданием карты она была разная. Я, кстати, видел, что она разная была. Очень странно, ладно, тоже засейвим реплей на всякий случай. Да. Потом посмотрю, как они хоть поменяли что-то в реплее. А я всю игру просто медленно плыл до срейта. Да, да, да. Я четко наигрался. Две карты. Ну, вот вообще, вроде карты, блин, ноль эмоций. Вообще, вот, был Сарум, этот, модерски, этот самый, Сарум Дастлайнс, куча эмоций, потому что это карта со второй части, ты ее хорошо знаешь, как бы, и она очень хорошо легла в третью часть, очень хорошо. А мне там, да, я напомнилась. Помнишь, там такая была, где, типа, причала такого? Да, да, да. Вот у нас, да, мы ее начали, и она вылетела, я помню. Но, тем не менее, она, как и по-другому, вообще, казалось, знаешь, у тебя есть возможность, ты можешь в открытом месте, а можешь туда плыть. Ну, не знаю, как это так, блин, фигня какая-то. И она вообще не тормозила, как бы нормально было, все-таки. А, черт ее знает. Слишком много эффектов на цепле. Да, ну и, честно говоря, в таком сеттинге, в больших картах, уже что-то не то тоже. То, какая динамика, по-моему, ворлде, как бы, в третьем присутствует, все-таки, ему действительно больше маленькие карты, на мой взгляд, подходят. Ну, среди, среди, вот, первую, которую мы сыграли, она еще нормальная, да, была. Эти, что-то слип, большие, тут просто летишь, и все. Ну, и насчет улучшений, да, ну, на мой взгляд, как бы, вроде, прикольно, что теперь нельзя все исследовать. Вот это все так долго исследуется, теперь, да, здесь какая-то. Затянули, да. Это прям начинает напрягать, наоборот. Я как будто бы, знаешь, сначала тебя, так сказать, изнасиловали мозг, что ты должен последовательно все изучать, а теперь ты еще не просто последовательно, еще и страдаешь. Еще и на паузу поставить не можешь. Выросло поколение, которые, не знаю, стратегии, блин, BBI, отцов, стратегии. Или у них геймдизайнер, который, ну, я не знаю, по-моему, у них Homo Deserts of Card тоже не особо там сильно какая-то, тоже такая быстрая стратегия была, поэтому... Да там маленькие карты-то. Да, и маленькие карты были, и я не помню, чтобы там как-то так сильно стратегичность была, но наверняка была, то есть как-то... А потом, видимо, у них геймдизайнер поменялся, и остался вот этот вот человек, который хотел стратеги-лайт, или, по крайней мере, это в джер-боксе, которые не знали, что такое стратегия, и знали, что такое веселые пострелушки. Не знаю, кого винить, но мне кажется, что в этом смысле BBI, Blackbird, они обосрали жиденько по самой неболой. То есть как бы есть моменты, которые реально не зависят от того, что там хотят. Ну, скорее, сверху там, как бы, допустим, тоже история там, да, действительно, глобально поменяли, там переписали. Но вот какие-то вот мелочи, которые реально зависят только от студии, которые разрабатывают, от Blackbird, четко видишь, что они тоже вообще не выдержали. То есть это и по технической составляющей, и по геймплейной составляющей. Там даже намеков нет на то, что у них могло что-то быть из того, что было там богатое второго хумула. Да. Может быть, помнишь, ты говорил, что там какие-то следы от модулей, типа, есть? Может быть, они где-то там, когда делали корабли, ну, то есть модельки, они что-то там думали, может быть, когда-то что-то... Из-за императора нам же декали, кстати, остались этих модулей. Да, но, видимо, программеры у них обсосные, и, в общем-то... Ну, я представляю, что было бы, если бы тут еще и модули были бы. Да. Но у них вот эти пушки, кстати, отвечают, это явно они тоже модульные стали. Или были, но вообще-то так. Да, могли бы сделать и отстреливаемые орудия, да вообще, чего угодно, можно было бы сделать, вообще круто. Ну, вот, кастомизацию кораблей, и интерактивно сделать. Да. Что, давайте, ладно, мы все это, блин, про... Проговаривались. И... И после... А, чем прошло, а про каланчуз, кажется? М-м-м... Ну, что сказать? Захватывает прикольно. Как бы. Ну, весь геймплей варгеймсов теперь сводится, знаешь, к тому, чтобы... Все нахренеть, нам. И все. Да. Вот я сидел, просто занимался тыканием, да? У, левая кнопка, у, левая кнопка, у, левая кнопка. Она там сама уже дальше все отстреливается, да, и все. Ну, да, особенно во втором плоте, там, где, и... Хотя, там же Corvette, Ninja, просто у тебя бесплатные контроллеры, и все. Да-да-да-да-да-да. Либо имя, либо фрегатами. Да. Так, дальше больше не знаю, что сказать. А, кстати, это же получается, если... Если двумя Corvette можно стыбрить Destroyer, то... Чисто теоретически, один фрегат точно так же может потырить Дестер, Тоби Макалан, около ничей. Ну, теоретически, да, если бы был, да... Мазершип технически, то... Да. Кстати, Алекс, это баг. Я сейчас пока... Ну, мы болтаем, да, я, ну, запустил это сам, один на один с компом. И у Кампа угадаешь, что такая же расцветка, как у меня. Хотя я точно видел, что он был розового цвета. М-м-м-м. Прикольно. Такой же Манани летает. М-м-м, да. Да, тут их три просто. Мы играли, мы играли, а их три. Таких. Да-да-да-да-да. Причем... А ты эту же карту запустил, да? Нет, я другую запустил, этот маленькую, квадрат... Здесь квадратом посередине. Дырявым. Слушай, так мы... Сейчас я запись пересмотрю. Так мы же вроде первую карту запустили, а они все были разноцветные. Да-да. Да, вы же помните. Угу, да. То есть это... Скирмишь. Ломаный, да? Да. Произошел факап. Это, кстати, такие же баги, как были, по-моему, в ремастере на первых этапах. Ну, я говорю... Ремастер у нас закончился чем? Тем, что его дорабатывали игроки. Ветераны второй и первых частей. Игроки дорабатывали. Даже не модера, а игроки дорабатывали. Ремастер. То есть, ну, там, да, первое время, там, каждые три недели хреначился патч. Что-то доисправляющие в ремастере. Как бы, тут надо отдать им должное. Ну, вот, это можно очень легко проследить, там, по истории патчей. Вот, но... Сам... Да. Были разноцветные сейчас это. Вот. А здесь, как бы, один патч полтора-два месяца. Ну, это несерьезно вообще. Конечно. То есть, как бы, у меня большие сомнения. Они вообще успеют вторую фракцию до конца года сделать. Такой вопрос. Очень вытрепещущий, потому что, там, как бы, уже на начало 2025-го, они уже третью, там, напланировали. Как бы, тут уже только первое вышло, вот, два дня назад. Поэтому, не знаю. Странно. Да. Я сейчас считаю тут описание этих юнитов. Тут у нас минный корвет, оказывается, это старый суплай корвет Тайдан. Старый тайданский суплай корвет. Ну-ка, дай, почитаю. Короче, это... Каланча у них просто вот то, во что превратились Тайдане. Они чё, охуели там, что ли, Тайдан так? Бомжами сделают. Бомжами такие. Да-да-да. Как вы дожили до жизни такой. 360 миллиардов человек. Там, империя такая была. Что вы тут придумали? А тут, да, мусори, муж, как их называют, мусорщики, ну, которые там... Ну, да. У вас там ещё Вейгры их захватили. То есть, ну, допустим, там война какая-то была, но всё равно, как это, знаешь... Ну, в литокализме, да, там же была гражданская между Тайданами, конечно. Ну, да. Ну, была гражданская война, а потом во второй части их захватили Вейгру. Но, тем не менее, их захватили Вейгру как бы единым фронтом на Хигару. Ассимилировали их, да. Ассимилировали, да. Даже если там Тайдане отдельно не выделились, всё равно, что должна была моща такая остаться. То есть, возможно, там на дальнем рукаве. А тут просто их каких-то вот пиздюков сделали, блин. Неаааа. Писаки твоим... То есть, вообще пишут, как бы, и вообще не думают, что пишут. Не знаю, это что, американская какая-то новая традиция, что ли? Брать в писателя, кого попало. Давайте докторские за красивые глаза, розовые волосы. Простите вы за мой розовый юмор. Да. Не знаю, мы, да, одно раза волосы удивиться. Да. Да, честно говоря, Хумот Катаклизм тоже какой-то комикс, это какое-то мышление, знаешь. Вот, я ещё напишу отзыв по Хумот Катаклизму, чё это. Я ж там этот ролик-то сделал. Он, собственно, наигрался, я уже насмотрелся, и вот тоже там кто-то не он. Норфс Хум, конечно, оправдывается то, что он только потом придумал, как делать вот эти вот коротенькие вот эти вот истории, которые можно потом собирать. Какой-то более долго. Не про Катаклизм, ты про мобильный имеешь. Да, я про мобильный. Да, я тоже что-то удивляюсь, какой-то... Ну, я думаю, что это наезжает на Катаклизм. Причём тут Нусверхан, думаю, Катаклизм. Да, я про мобиль, говорю, я про мобиль. Вот, и, собственно, но всё равно там такие вот... Блин, марвеловские истории, честно говоря. Вот, то есть, не знаю, какой-то уровень мышления общества упал, честно говоря. Да. То есть, мне кажется, что там в 98-м году это как бы люди, которые делали игры, они вот, в общем-то, были люди, которые умели жёстко программировать. А жёстко программировать, это требовало от тебя логически мыслить. То есть, в общем-то, быть умным человеком, чтобы как-то так вот... Как там они палеты вот эти вот изобретали, цветовые, там, чтобы вот как текстуры рисовать. Вот. Не было же никаких таких нормальных инструментов. Вот сами написали движок, сами написали инструменты. Ну вот. Да. А потом вот это вот все эти... Ну, конечно, это неизбежное зло. Ну, тем не менее... Ну, как бы зло. Это неизбежно, просто неизбежно. Но, тем не менее, вот это вот... То, что появились массовые движки, а-ля Unity, Adrien, это породило то, что просто любые вот эти вот креаторы могли прийти и делать, что хочется, как бы, так как они видят мир, а видеть мир, они могут не полным взглядом, скажем так. Смотри, Хиггс, а турели тупо в воздухе висят на этих ножках. Да, да. Незаметно же. Да, да. А, ну да, это вы помните такое дело. Ой, а здесь сглаживание слетело, эти группы сглаживания. Ну что? Да, 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 да. Давайте тогда либо заканчивать с этим, либо... Да, вы как сами, чего дальше хотите. Да, реплей, ни хрена, короче, сейчас я запустил репку, найду интересы, вообще неисправили. Все нейтральные, все серые, блин. Промотать нельзя, на паузу поставить, а нет, окей, ладно, прям паузу можно поставить. Воспроизвести и отмотать можно назад, чуть-чуть. А где это можно сделать? Реплеер. А, вот нашел. Отмазать назад нельзя. Это странно. Кто-кого быстрее, кто-кого быстрее? Чуть-чуть ускорить, короче, можно. Ну, кто-как-то не сильно. А как ускорить еще нет? Я проигрываю. Ну, есть вот, где это... Под над задачами, там, гейм-тайм-несть. Между таймером и задачами. Есть три кнопочки паузы. Стрелка влево, стрелка вправо. Влево это, типа, нормальная скорость. Вправо это чуть-чуть побыстрее. Ну, не восьмикратное ускорение, как бы, тут катаклизм привет не передает. Ну, может, только так у... Уменьшить. Пошел на таран. Ну, не получилось мне турелька не вынести компа. Вот прям чуть-чуть не хватило, да? Если бы я чуть-чуть мазершип назад отвел, то... Я бы добил бы его. Я, короче, тупо просто турелик наставил под флагманом врага. А, нет, смотри. И практически полностью его распилил. Синий, красный. Какие-то такие синие, какие-то такие красные. Ай-яй. Резорт контролл complete. Ай-яй. Тут еще проблема, да. Все нейтральные, все серые. Ни никнеймов, ничего нет. Как бы, бред вообще. Ну, здесь позорище, блин, они реплеи. Просто у всех видно, блин, обзоры всех юнитов. Все, что-то какое-то серое. Трендец вообще. Кто это делал вообще? Вот, блин, даже в первой части были реплеи. В катаклизме были реплеи. Ну, во второй части там реплеи модом, я думаю, кик вспомнит. Как там были реализованы реплеи. Да. Вот, они там, конечно, добрали, но они записывали нормально. Там можно было видеть, кто там, кто противник, кто там, союзник. То есть, желтый там, типа, ты за этим смотришь игроком. Красный, значит, это его противник. То есть, как бы, ну, понятно. А здесь, ну, все серые, ничего не понятно. В честь игроков все серые. Кто там за игрок, чего он там делает вообще непонятно, какой максимальный кринж. Откуда у тебя это Ямагенко, вот эта вот анимация? А это этот, в Валпапе Рэнджин. Там была. Ухи волосата. Не говори. Тут и это тоже. Зацензурить надо. Квадратик красный. Ай-яй-яй-яй. Вареничек. У нее чем-то смотрится. Я говорю, это Ямагенка. Главное, ямагенка. Это Емагенка. Это не Ямагенка. Это называется Ямагенка. потом уже когда начали спрашивать а чё у вас такая каранка такая секса пильная видимо пошли пришли менеджеры сказали я чё за херня синопсис поменялся вместо того чтобы играть за каран мы будем играть за наследницу это все т.н. виноват это вот сто процентов пошел свою партию политики продвигал ну что какие планы дальше не знаю какие у вас без понятия ну что-то на сегодня заканчивая или не пойдете 2 но пошлите пойдемте давай небольшую паузу за грану пойдем вот и как алекс можно можно да кстати можно звук включить прикольно тут конечно те разные есть кто тоже делает эти так ладно мы на этом все таки закруглимся давай ну про колландских рейдеров чем хотели хоть сказать то как-то начали все промолчали а ну давай первые впечатления вообще да ну во первых мне не нравится это сама идея вот этих колландских рейдеров как наследник автоиданской империи там типа что вообще все нахрен их убрали это вообще как я уже говорил херня какая-то историческая точка зрения во вторых мне не очень нравится что они какие-то бедненькие то есть если бы возьмем там не знаю этих туранских тураников то они просто там всякие кучи этих корветов интересные и ионики у них даже были и сам вот этот вот их туранский авианосец он просто такая зверь машина была что прямо вот так вот а тут просто дали там старые хигарянский не они говорят конечно что это саркин чо ну типа какой-то гибридом наследник наследник тейданского но мы-то знаем вот но в целом по геймплее что сказать но все ловится как бы у них это прикольно минер ну херня какая-то честно говоря я не понял и его фишка быстро дохнет как и все там все эти страйк крафты и в общем-то вся сила пригод а пригод аху него вороженный пригод который тоже меня не очень-то вдохновил ну и собственно остается такая капчур пригод абордажник и да он явный фаворит в этой но то есть у меня колландские рейдеры только захватывают а вас во всем остальном но как бы так не знаю сделали бы лучше для скирмиши что-нибудь такое где мы не знаю сделали бы этот керри ронли мод то есть не варгеймы а вот именно чтобы плотами которые они там представили в варгеймах можно было в керри ронли режиме поиграть хотя бы просто знаешь базовый инкарнаторский базовый ну просто и базовый вот это уже было бы интереснее и мне кажется это было бы как раз по духу того что там придумали по картам тем кто то есть и также то что они три месяца делали три корабля даже сколько-то 2 к 3 корабля абордажник минер и и файтер это но какой-то пипец честно говоря не знаю по моему на хв3 уже не может тупо выполняет условия контракта но так не быстро не быстро вот как-то так вы играть дальше меня это не сильно вдохновило и я буду писать не хвалебно отзыв разработчики начали жопой двигатель не просто сидеть ну или пошут совсем вдохну но чужой подвигать они за предзаказ деньги получили все отрабатывает контракт как ты говоришь обещанный roadmap делают потихоньку прям не торопясь совсем уж чувством с толком с остановкой я попозже скажу на этот счет лучше потенциальные продажи они что денег совсем не хотят на репутацию проблема что они хуже получили понимаешь нет но я просто есть этот пример но у мэн sky которые вроде как обосрались на релизе на потом вот смотри уже играется игра и как бы да тот же не знаю пола 76 которую все дико хейтили все равно он живет нормально как бы имеет постоянную аудиторию diablo 3 тоже там проблемам были чего не тут совсем ну ладно их вы мог бы жить тоже на самом деле мобильный сто процентов как бы живой же как бы таким много было меня да я тоже не очень меня это удивило просто зачем они зарезали зарезали да мобильный я немножко в шоке было если честно я когда услышал что его закрывать куда же я буду каждую неделю донатить куда донатить не ну я не донатил ну я хотя бы заходил там что-то тыкал как там какой-то интерес был понимаешь эффективно обидно 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 да ну вот не знаю по мне коланских рейдеров все-таки абордарный фрегат немножко выбивающийся из ряда вон боевая единица потому что в этом плане фрегат эти какого корвета абордажные они больше порядка бы на самом деле создавали и усложняли бы геймплей на мой взгляд в правильном ключе да не просто в канале какая-то творится перед карьером все пытаются вперед очереди пролезть до чтобы засунуть свою добычу вот такая просто каша появляется и ты просто тыкаешь 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 броня у них нормальная есть особенно еще там до прогрейдить артефактами и они слишком большие на мозг для таких целей оружие у них ну я особо эффективным его не почувствовал что там стреляют вроде как если допустим те же штурмовые фрегаты взять они там поливают дай боже есть их куча не знаю просто пушку убрали либо захватываешь либо поливаешь да как бы тут не то не все как бы здоровый для захвата и то же время непонятнее как бы если бы да видимо это даже не предусматривала что когда-то будет какая-то возможность с кирмиша играть и таких юнитов использовать как бы они захватывали battlecruiser и куда бы них пихали вообще кстати можно battlecruiser захватить с кирмиши не захватывается конец принципиально и на керри не захватывается даже смотришь на 1 1 а ведь это тоже было интересно раньше можно было какую-то стратегию там придумывать какие-то могут совершать неординарные или когда у тебя и отжимал а здесь вообще и захватом занимается чуть я и не замечал нет хотя я и не играл с кирмиши особо много ну да мужчина захватывает я не знаю как это все одним словом назвать так в остальном как бы ну не знаю как-то по сравнению с классическими расами до сигарцами или с инкарнатами у них как-то более понятные юниты даже несмотря на то что они визуально непонятны но они все на понятны истребители чувствуете истребителями фрегата чувствуется фрегатами какую-то линейку для себя можно выбрать разнообразные а тут получается у тебя нету выбора особо ты либо будешь использовать классические юниты которые ты уже видел либо будешь использовать этих колчанов фитлан я у него у них разнообразие это поэтому сомнительно самом деле я не знаю на мой взгляд было бы интересней если это самое добавили просто бы сам то вместо них до пускай даже функционал сам то у повторял бы классический на просто был бы скин другой я бы вот так стоял бы аплодировал ура наконец ну даже просто колайпа который у него был бы допустим ракеты залп ему приделали из этого из ракетного фрегата даже ну так стильно конечно не канонично но мы хотя бы такой уже было бы пушка ну может может сейчас делают осенью посмотрим мое впечатление по нескольким играм за этот голландский флот я играла за то это за тот мне больше понравился захвата чем рейдерский потому что поинтересней о трейдерский он более такой он более именно в боевую помогу сильно рассчитан на захват то есть можно конечно разница особо нет столько в том то что рейдерский ты можешь выбрать себе 2 артефакта на выбор за захват там все тебе уже подрешено то у тебя два апгрейда на фрегата захвата намекает играешь только через эти фрегаты и все причем самое интересное у этих фрегатов тоже есть два паттерна но две ветки развития то есть первое это вот это вот флота захвата то есть чисто такой живучий скоростной там саморемонтный короче жирный юнк на уровне дестрой и примерно может помочь полу дестрой а есть вторая ветка и там ему увеличивается урон скорострельность то есть из него делается так вот турмовой фрегат короче полноценный вот и его можно взять только за рейдерский флот но блин простите у рейдерского флота тоже есть штурмовые хигарские фрегаты и на них тоже есть их родные вот эти вот там берсеркер варвар донет паттерны короче родные апгрейды зачем как бы придумывать велосипед и делать там из абордажного фрегата там штурмовой который умеет там м.п. по этими ракетами тормозить корабли когда можно просто построить штурмовые они сделают все гораздо лучше как они знакомые понятные как бы и очень эффективными вообще один один из лучших фрегатов в игре баргеймах конкретно молоки краску принципе один из лучших юнит вообще на мой скромный взгляд чисто по остальным юнитом файтеры то есть есть курсют это чисто такой смесь рекона хигарского и доминанс файтера инкарнатовского что-то между не особо но в отличие от них он под слеповатый то есть там в принципе большой минус кстати рейдерских флотов то что они слепые прям вообще там обзора ни у кого нет то есть это только лечится только с артефактами и все а так он считаю тех же инкарнатов и у хигар там то просто делаешь скаута доминанс файтера они очень хорошо видят изначально то есть это тоже важный такой момент то есть целом флот флоты прикольные плане того что да можно по захватывать есть типа способность обездвижить цели захватить то есть геймплейный может пригодиться это клёво причем обездвиживаться вообще все он даже батл может там один фрегат может обездвижить один батл что-то вообще нонсенс причем довольно надо довольно надолго как бы если если я вспомню второй home world ты батлы вообще не мог ним на них не действовал из действовала на все кроме battlecruiser а вот то есть его не как бы но там были подсистемы были движки то есть там другой способ воздействия был но тем не менее то есть бы в емпе импульса его поймать не мог сам факт а тут как бы один фрегат просто ловит один батл и все крындец вообще немножко не баланс на самом деле вот а так в целом да прикольно так сделать salvage world то есть для фанатов захвата то есть кто вот хотел по захватывать варгейма прям по жесткому вот прям вот захвата и вперед как бы все карты есть но касательно юнитов файтеры довольно до слабенькие слеповатые но по артефактам тоже там довольно специфические у них апгрейды то есть вроде что-то похожее там на аналогичные там карнатовские эти тоже артефакты но похуже как тоже там довольно много есть недостатков то что 50-50 то есть это все тоже упирается в циферную к математику или при стиху циферную тоже ночи вот корвет минер просто специфический юнит на самом деле далеко не для всех и очень сложен в применении очень сложен я вот разобрался буквально после двух каток как нормально пользоваться то есть им не надо его вводить бой не надо никого приказывать атаковать им нужно как фрегатам из компании нужно прям просто ты жмешь control n control n control n столько раз сколько у тебя корвет и все то есть там их может быть 15 штук они просто стоят и с рук минами прям конкретно и самое смешное у них тоже есть две два типа апгрейдов там один апгрейд просто на урон без сплэша от мин а второго типа поменьше урона но больше сплэш от мин но если коротко вот ну как бы сплэш вообще не нужен если честно то есть сплэш видимо это если ты минера в бою используешь что как-то глупо не очень хило и медленно их убивают быстро то есть у них такая же примерно проблема как у рейлган корвета то есть этот этот корвет очень медленный и очень специфический в своем применении то есть рейлган это снайпер грубо говоря издалека но с очень маленьким радиусом обстрела минер это просто стоять и делать минные поля и есть там к тебе летят быстренько пытаться смотаться делать минные поля где-то еще тактический юнит интересный но очень сложно применимый на практике если коротко то да херня на самом деле они еще не что они мин устанавливают с того места где находятся нельзя указать иди вон там установить можно можно зарисовать установку мол а так он как ракетно да 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 во первых да минус большое то что у меня изначально нет функционала ставить мины то есть он просто да как юнит летает выстреливает минами что как бы неэффективно вообще то есть мало того же должен за 800 еще изучить у вас но сам его потенциал раскрыть так сказать так еще да его надо очень контролить сильно и ему можно указать это чтобы он пошел вон там просто control и у тебя и ты можешь вводить уже дальше мышкой или левой кнопкой подтверждаешь где-то хочешь то есть можешь также там через клип там плоскость поменять выше ниже это все можно можно просто нажать и вот помню как во второй части в ремастере там менюр как делал нажимал n и появлялась вот это так вот так же ты его раздвигаешь то есть есть и формате акула таком старым в вашем ставить мины есть формате ставить именно вот как тв3 вот эти три всякие там коробка многоугольник еще там что-то сфера что-то такое третье я сегодня пробовал но я правда не горячий клавиш нажимал я в интерфейсе нажимал установить стену и он мне от того места где он находится до стена того места где находится это во второй части был точно также стена да вот эти вот три штуки ты можешь прям нацеливать где-то хочешь в каком участке я помню я во второй указывал там типа как на м не маяшка 2 нет второе посмотри там моим инвесторе путая на то есть менюр интересный а по фрегатам баражный фрегат вообще не понравился очень хилый только эффективен против мелочи то есть но это не особо сильно вроде бы и торпедник но очень хилый и очень недальнобойный то есть и он ближе к какому-то к ракетному фрегату карнатов но ракетный фрегат помощнее все-таки изначально берем в чистом виде без апгрейдов он очень сильно проигрывать это можно конечно списать на лорность что мог захватили там как бы кустарной технологии все дела бы и получилось как бы вроде копия но хреновая такая китайская так сказать копия то есть можно конечно так лорно списать аналогичные истребители тоже можно списать каши не слишком сильные но их много они дешевые сварм файтеры которых еще исследовать надо там за 450 то есть истребители по сути оба противо истребительно противокорбитные просто одни чуть подороже и есть сразу авторы дешевые есть чуть попозже я особо прям разница между ними не нашел мне больше 1 с формы они конечно быстрые как бимфайтеры примерно ну сильно против одиночных ну да и сферой до окружаешь шариком да нет не совсем бомбера еще вот у них тоже есть способность вот этих сформ-файтеров вот как у рейлгана тройной выстрел короче и тоже есть баг он сейчас не проигрывается выстрел то есть просто там бум-бум-бум что-то по обшивке вражеского корабля что-то проходит но сама анимации выстрела нет и урона по моему тоже нет то есть тоже какой-то бак косяк не знаю заметит это не заметит исправит не справит ну короче криво работает способность их ну то есть да такое я бы сказал что очень плод очень на любителям я бы не сказал что он прям понравится всем что он там легок в освоении нет то есть из больших плюсов это то что авианосец стал процессором из катаклизма но это же на этот же плюс может стать жестким минусом и мешать тебе захватывать а захват это как бы основная короче фишка голландских рейдеров вся фишка именно в захвате как ни странно то есть да можно так конечно штурмовые фрегаты там и истребители миньоры можно там каша копаться миньорами там все засрать пол карты и и ждать когда к тебе полетят но долго тебя за это не хватит сожалению вот если ты не будешь себе пополнять флот там из фрегатов то значит тебя очень быстро может не стать то есть у меня такие впечатления что очень сильно ориентированный флота захват очень сильно и дизайн кстати тоже мне такой себе фрегаты визуально вот эти полосы такие грязноватые там оборваны мне понравились визуально выглядит прикольно и бейджик тоже прикольно истребительный флот на всяком случае мне еще даже с начала самого когда еще их не было вызывали странные ощущения как будто знаешь инженеры собравшие из говна и палок типа того но она может конечно так и есть типа но это и тоже глор надо можно объяснить ассимилированный 3 дальней точнее их остатки это не похоже на среда лаборатории на карасе находится или там где просто придумали какие-то пиратов а потом ну давайте типа их привяжем это просто копипаст обычных тураника только каких-то можно было полу цены да у тураника фракцию далеком можно было забаре вспомнили какие-то борьба задаю добавить нормально какой-то приколхозе на друге где старый кардат можно был добавить чуть я в принципе зонем бы я ожидал что именно они сделают такой типа как аналог тураника в данном более расширит но более продвинутые наш за тураники все-таки такие уже сказалось довольно все печально сатураники для бедных получились если вкратце то мы опять-таки в очередной раз самообманом занялись потому что мы ждали чего-то крутого не я не ждал ничего лично сейчас сам то у будут там я не знаю кто нить еще а нам опять показали болт я не знаю я боюсь интриган если они могут ли будут если буду до очень хороший вопрос будут ли они вообще не она в целом если говорить но не конкретно про коланских рейдеров как бы тут понятно что чисто раз ориентировали на запах есть свои плюсы есть свой минус но она но очень специфическая такая раз не для дни всем зайдет не всем понравится как бы но это нормально вот я бы в общем хотел сказать то что разработчики принципе норма взяли правильный вектор относительно то есть раньше вот что было 1.1 патч вроде бы там 100 с лишним исправлений казалось бы они там это так преподнесли там там 100 с лишним исправлений я он читал тогда этот чем жло блин на полчаса я видео и там исправление все мелкие мелкие вообще какие-то прям супер мелкие и не сказать что прям сильно влияющий на геймплей вот а здесь все-таки в этом патче исправление пошли прям ну конкретно на поведение юнитов то есть там поведение вот этих торпедников и умно-ракетных фрегатов поправили вот поведение диэстров и потлов чуть-чуть поправили там уроны подняли там желаемость этим истребителем подняли то есть как бы вот окно наконец-то выпрямили wargame кнопку гипер space уменьшили ее и даже сделали и сворачиваем и как оказалось хотя очень что вообще пушка причем при свороте перестает проигрываться это звук и круто нашел буду буду пользоваться стиль постоянно из там не будет какой-то кнопка да на союзники который сразу как шоу голос знаешь там это первая секунда песни все и дошел на кнопку карточки как бы варгейме то же самое да такие же есть люди но не суть как бы то есть в чем они взяли сейчас правильный вектор направления по развитию игры то есть понятно что это только начало это только там первый шаг хотя казалось бы игре уже ну полгода где-то да она вышла в мае но вот мае июнь июля ну ладно не полгода две месяца четыре уже почти в сентябре будет полгода считай в октябре когда они по идее должны второе дело серии лизнуть вот то есть но уже какой-то правильный вектор то что вот исследование постепенно но почему-то они за их замедлили и по времени вот это странно так я не понял зачем это надо было делать надо было просто оставить те же тайминги исследования но сделать их очередные этого был даст более чем достаточно то есть следующий шаг это вот добавить гипер который они обещали аж 2 обновы назад вот и добавить ну и что-то сделать с экономикой ресурс контроллеров потому что сейчас один ресурс контроллер это грубо говоря как 6 ресурс контроллеров в ремастере чтобы вы понимали примерно то есть как бы это все равно что один ресурс контроллер в третьей части все наши шесть ресурс контроллер этих коллекторов плюс плюс контроля и все то есть слишком эффективно то есть они стоят 500 рублей а приносят там по две с половиной по три тысячи рублей за один выхлоп то есть это это что вообще простите то есть вот вспомните в первой части сколько там что-то 50 что ли катаклизме тоже там был очень дорогой работа воркер очень дорогой но они приносили в разы там в половину меньше своей стоимости то есть они себя не с лихвой не окупали вот во вторую часть стоит чисто 400 приносил 200 вот я точно помню как бы а тут он стоит 500 рублей приносит две с половиной три тысячи за за один заход и ему не нужна никакая там точка сброса в отличие от всех предыдущих частей то есть просто он в себя сбросил все эти сразу в карман все потекло как бы все добыто то есть это тоже довольно странно и дико то есть у тебя экономик просто за две минуты ставится тупо делаешь контроллеров там 8 штук и все и дальше ты вообще не заморачиваешься сейчас секундочку хикс показать что там помоя да 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 сейчас я я решил попробую заказали старую версию homeworld но она сразу пустил стимовского то есть тоже вот с экономикой конечно большие вопросы это надо балансить обязательно ну как минимум это балансе в стирке как минимум хрен с ним пусть варгеймах будет такой такая так как есть сейчас но с кирмише это не должно так быть потому что это бред вообще учитывая что они сейчас начали как не в себя клепать на большие какие-то полупустые карты с кучей ресурсов но которые добываются за секунды ну не знаю меня очень дико как для человека который очень много играл во второй части там тебе нужно постоянно держать баланс тебе нельзя как бы просто построить лимит сборщиков и тупо там все исследования протыкать всех юнитов там в очереди поставить то есть как бы и не застрять по ресурсам вот а здесь уже такого нет то есть все ты поставил экономику 8 сборщиков лимит и все они тебя качает как 30 сборщиков ремастере грубо говоря хотя там лимит всего 20 и как-то это довольно дико смотрится хотя вот сейчас мы играли пару с кирмише у меня были там перебои но это я делал уже когда с авианосцами это на авианосцах тоже делал там очереди юнитов дублировал потоки так сказать там уже до начать начинались проблемы когда-то там и гестеры баттл делаешь еще там имелось что дороже тут экономикой даже такая крутая не справлялась но в ремастере все таки там ну и в первой и второй части там ресурсов мало тебе нужно было прям узнать что ты хочешь делать и балансировать между исследованиями и строительством а здесь как бы те не нужно еще балансировать у тебя там раз в столетие что-то исследуется юнитов там каких-то успел исследовать там тоже сделаешь как бы ресурсов у тебя там с лихвой еще останется это как-то странно неправильно я считаю так не должно быть ты должен все-таки думать как бы что тебе нужно в этот момент что ты строишь что тебе не нужно строить и так далее они просто все заспамить и тебя еще там с лихвой останется на следующую партию так сказать еще останется ресурсов не спа не переходили еще знаешь и скермишев скермишь ну ладно тоже фантазии конечно интересный модель как бы направление верное я надеюсь что они дальше будут примерно что-то такого придерживаться но в плане геймплейного то есть хотя бы вот на время вот этого их родмапы делся я надеюсь что они также будут придерживаться чтобы прислушиваться фидбэку ко всем но и вернулись старые баги вот в wargame появился бак юнит и начали и противник и твои внезапно улетать куда-то за край карты вообще особенно это заметно на высоких сложностях то есть но вот сегодня мы не сталкивались с этим но это но это есть по факту то есть эти автоматические юниты летят тоже там какую-то точку за за край карта и противник весь летит за край карты просто от тебя улетает и как тоже это дико то есть это появилось это обново и вот вот этот вот то что я ругался вот когда вторую партию играли в аргеймах то что-то вот этот carrier lost carrier lost блин вот это вообще конечно очень напрягает то есть в прошлом патче они это убрали в этом патче они это вернули то что вообще как вообще кто кто это программировал не знаешь что за мод the lost рекон этот мод добавляет экспериментальный коп компанию с разными какими-то ассетами а мы с рядом вроде пробовали учат запускать у нас не смогла нас не запустил вирующиеся вокруг история нам сам то узкой реконгрупп нас тупо вылетел не запустилась на ее наверное надо качать но не смог не смода а и качать тупо вручную походу потому что написано до install installation прям до ручную может быть тогда она заработает нам да не довелось попробовать еще может я думаю на ю тубе нами кто не записал это этот ласт рекон наверняка у кого-то есть можно клянуть ну что давайте уже договаривать что-то про голландских рейдеров да в принципе все уже сказали еще кто-то больше сказать ну вот может пандора что-то скажете взгляд со стороны сказал уже на самом деле уже было процессе многое было сказано работа 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 да уж работа это конечно перейти на федота да я давно уже не особо верю разработчика но я всегда даю шанс пусть работа пусть работает в общем сказать ты ничего больше да согласен ладно давайте тогда управляться ну что ж дорогие товарищи до этой высокой ноте посмотрели мы на колонцев сказали все что думаем и в общем-то там играйте кому 3 мастере отыграете помню катаклизм пандоры и x делают апгрейды не совсем прям но весьма непосредственно товарищ алекс и я будем тестить катаклизму скором времени так что не молодым третьим единым у алекса кстати есть еще куча альтернатив которые показать помнишь хороших годов да но в любом случае как будет новые dlc мы будем пробовать будут новые патчи на нека тоже попробуем но это из разряда такого поиграть и подумать а что поменялось помечтать о том что а какой потенциал игры это как gtf выиграем периодически главное чтобы разработчиков были новые dlc они дцп не в обиду страдающим ну а на этом наверно все лайки подписки шары нашей команде чтобы у нас была мотивация делать что нибудь интересная полезная для вашего видения скажем так это значит для товарища хикса цитадель студию делает всякие всякое интересное заходите на его канал если вы еще на нем не сидите пандора зерва товарища алекс дву лисы ту фоксич и товарища амдринцы да такие дела последние все хотел спросить у алекса а ты говори ты мне писал то что ты там катаклизм вроде запустил до чего-то это самое когда мы соберемся поиграть в катаклизм ну можно до как-нибудь собраться да можете как раз по краса пробовать с этой с новой модификации я не уверен что она будет мультиплеере работать пока же верить проверить как бы если у всех будет одинаковая версия то как бы можно проверить я думаю здесь проверять в этом будущее ну конечно но я бы сказал что есть определенные нюансы которые могут не дать проверить все как бы проверяется методом тыка сам понимаешь поэтому на них не сегодня надо пробовать непонятно нажимаешь на кнопку задняя палуба увидимся в других разах всем спасибо и пока г-нам и г-нам